Я сразу понял, что-то с этой бабкой не так. Возможно, дело было в ее хитрой физиономии, которая вообще не соответствовала образу благообразной старушки. А претензия на благообразность очень даже имелась. Я таких персонажей, если честно, никогда не видел. Пожилые женщины далеко за шестьдесят у меня всегда ассоциировались с дачными авоськами, десятью кошками и вечно недовольным лицом. Здесь же история была совсем другая. Бабка нарядилась в брючный костюм светлого цвета, нацепила шляпку, украшенную искусственными цветочками, в руках держала дамскую сумочку. Этакая претензия на моду и стиль, при том, что восемь десятков лет за спиной точно имеются. Кончик ее острого носа постоянно двигался. Влево-вправо, вверх-вниз. Словно старуха принюхивается. Эта пожилая особа сильно напоминала шапокляк из старого мультика, который я смотрел в детстве. Родители были сторонниками идеи, что детям можно и нужно показывать только советские мультфильмы. Впрочем, спорить с этой теорией не могу. Возможно, потому я вырос достаточно адекватным человеком. В отличие от многих своих знакомых, как говорил отец, мы, тридцатилетние, потерянное поколение. Так вот, бабка была точной копией шапокляк. Только у той костюм темный. Но я бы совсем не удивился, если бы в какой-то момент из сумочки, которую прижимали к груди руки старухи, вылезла крыса на поводке. Именно эта, конкретная бабка, смотрелась в регистратуре районной поликлиники, как Эйфелева башня посреди синих лепягов. Хотя, чисто теоретически, место, где я сейчас находился, полностью подходит любым бабкам. Но только не этой. То ли костюм ее дурацки не соответствовал окружающей действительности, то ли старуха выглядела слишком довольной. Не знаю. Физиономия у нее была настолько хитрая, что я невольно задержал взгляд. Старушка в ответ устаивалась на меня. Появилось четкое ощущение, будто она прямо в эту секунду поняла обо мне то, что я бы предпочел забыть. Особо отвратительный секретик. Из-за разряда «Я знаю, что ты сделал прошлым летом, развратный поганец». Казалось, старуха вот-вот подмигнет или выдаст что-то крайне неожиданное. Я даже невольно начал вспоминать, не пересекались ли мы с данной особой при каких-нибудь обстоятельствах. Если верить собственной памяти, точно не пересекались. В итоге решил, просто бабка с придурью, поэтому так странно на меня смотрит, и отвернулся от нее. Благо в очереди она стояла ближе к концу, нас разделяло много людей. Я прекратил вертеться на месте и начал разглядывать маячущую впереди регистратуру, до которой хотелось добраться, не состарившись. Тем более, день с самого начала, мягко говоря, был странным. Пока шел в поликлинику, случилось кое-что, вынудившее меня задуматься о состоянии собственного разума. До остановки автобуса оставалось каких-то пару метров, когда мое внимание привлекла девушка. Она замерла возле дерева, прислонившись к нему плечом, и смотрела прямо на меня. В упор. Надо отметить, это была весьма привлекательная особа лета двадцати пяти. Я таких называю баллонками. Смазливая. Со светлыми кудряшками, вздернутым носиком и пухлыми губами. Причем взгляд у нее был слишком пристальный для незнакомого человека. Она нагло пялилась в мою сторону, совершенно не переживая о приличиях. И еще... Улыбка. Ее улыбка меня тоже смутила. Сарказм, ирония, насмешка — вот что было в этой улыбке. Я от неожиданности сбился с шага, а потом вообще остановился. Подумал, может, что-то со мной не так. Например, не застегнул ширинку. Опустив голову, посмотрел вниз. Нет. Все нормально. Поднял взгляд. И обалдел. Возле того же самого дерева, в той же самой позе, стояла совершенно другая женщина. Старше исчезнувшей блондинки лет на двадцать. Смотрела она вообще в другую сторону. Вернее, в никуда. Дамочка прижала к уху телефон и с кем-то активно вела диалог. — Да, ты понимаешь. Главное, я его спрашиваю, где твоя зарплата, козел? А он... Тетя заметила мой взгляд, недовольно фыркнула. Будто я и есть тот козел, который зажал от нее зарплату. А потом вообще отвернулась. Честно говоря, вся ситуация выглядела настолько странной, что мой мозг отказался ее анализировать. Я вполне понимал, один человек сменить другого за какую-то секунду точно не может. Решил, показалось. Наверное, блондинка мне привиделась, потому что буквально вчера в нашу юридическую контору явилась клиентка, которая два часа скандалила, кричала и размахивала руками прямо перед моим лицом. Девица вытрепала нервы всем, а мне в первую очередь. Правда, схожесть со странной исчезнувшей блондинкой заканчивалась на светлых волосах, но... В общем, не знаю, что но. Показалось и все. Я сел в автобус, проехал несколько остановок и вышел у поликлиники. Машина осталась возле дома. Подумал, дольше буду толкаться по пробкам. Сейчас самый пик. Люди едут на работу. От одной мысли, что мне придется снова идти в это ужасное место, становилось дурно. И это я еще не знал, какие испытания меня ждут. Только догадывался. А теперь бабка в костюме. Может, она тоже мерещится. А что, много работаю, устал? Проблемы в личной жизни? Милок, я оглянулся. Старуха почему-то оказалась совсем рядом. Хотя между нами еще должны быть люди. Она сделала шаг в мою сторону. Ну, нет. Пробормотал я себе под нос и демонстративно отвернулся, уставившись вперед. Невежливо? Да пофигу. Эта бабка вызывала у меня поганые ощущения. Предчувствие беды. Вот так можно описать. Тот факт, что мне приходилось стоять в очереди районной поликлиники и без того изрядно нервировал. Ненавижу государственные организации. Ненавижу бесплатное здравоохранение. Мой сегодняшний поход был вынужденной мерой. Пару недель назад на рыбалке угораздило меня сломать палец. Главное, как сломать. Анекдота, да и только. Товарищ бросил бутылку. Я ее поймал. Итог. Перелом. Неожиданно выяснилось, что проблема уже была. Я о ней просто не знал. Пришел конец какому-то суставу. Суровый хирург-травматолог сказал, надо делать операцию. Соответственно, хочешь не хочешь, а был вынужден сдавать анализы, необходимые для предстоящего мероприятия по спасению фаланги. В районной поликлинике я не бывал с юных лет. Но воспоминания о том, как там все устроено, засели в памяти крепко. Поэтому набрал номер знакомой, которая работала в лаборатории. Она без лишней суеты оформила мне все, как положено. Анализы я сдал, теперь осталось их получить, посетить терапевта и сделать ЭКГ с флюорограммой. Но та самая знакомая вдруг отключила телефон и сегодня дозвониться ей я не смог. Пришлось топать самостоятельно. Подумал, ну ладно, просто забрать бумажки и все. Ага, разбежался. Это место сильно напоминало мне преисподнюю. Семь кругов ада, которые нужно пройти, и первый круг — регистратура. Есть вполне конкретное подозрение. Сотрудниц здесь выбирают, отталкиваясь от степени ужаса, совершенных ими грехов. Вот чем гаже человек. Чем сучнее натура, тем больше вероятность, что регистратура — самое подходящее для него место. Главное, электронные аппараты для записи поставили. Просто надо подойти, ввести данные, выбрать врача и взять талончик. Ни хрена! Все эти технические новшества ломаются. Стоит им оказаться рядом со злобными тетками, сидящими за стойкой. Не выдерживают аппараты концентрации негативной энергии, которая здесь собирается. Поэтому мне пришлось по старинке занять очередь в ожидании, когда наступит момент получения услуг бесплатного здравоохранения, и меня начнут мешать с грязью. По-другому здесь не бывает. Еще раз набрал номер знакомый. Ни хрена! Абонент выключен. А вот у нас, кстати, племянник хочет стать врачом. Две женщины впереди меня, пользуясь ситуацией и очень медленно двигающейся очередью, принялись обсуждать насущные дела. Мы все думаем, куда ему податься. Врачи нынче хорошо зарабатывают. Вдохновенно рассуждала одна из теток. Как интересно! Вторая одним глазом косилась на деда впереди. Он уже почти получил талон из рук регистратора и должен был отойти в сторону. Другим глазом тетка смотрела на собеседницу. История про племянника не казалась ей особо интересной, но разговор она все-таки поддержала. Да вот соображаем, куда ему поступить. Вася хочет специальность, знаете, как в кино. Когда привозят больного на каталке, а он сверху прыгает и спасает ему жизнь. Это куда? Как думаете? В ГИТИС! «Женщины, можно потише? Вообще-то люди тут работают!» Гаркнула из-за монитора компьютера сотрудница регистратуры, хотя ее мнение вообще никто не спрашивал. «Дедуля, вон туда, направо. Вам в 110-й. Сказала же, не задерживайте людей!» Дед тихо крякнул, но отошел и послушно направился к кабинетам. Постепенно очередь двигалась вперед, и я, наконец, оказался напротив хмурого, недовольного женского лица. Это лицо посмотрело на меня так, будто я точно кому-то что-то должен, причем до конца жизни. Есть весьма реальные опасения, что конец наступит очень скоро. Прямо в поликлинике. В одной только регистратуре провел уже час. Назад старался не оборачиваться. Странная бабка, чье присутствие я ощущал спинным мозгом, очень сильно напрягала. «Здравствуйте! Я сдавал анализы около пяти дней назад. Мне бы получить результат. Собираюсь лечь на операцию. Вот, сдал все, что велели. Теперь надо к терапевту». Лицо нахмурилось еще больше. Окинуло меня взглядом сверху вниз, потом снизу вверх. «Не получите», — сообщила тетка. «И клянусь, я услышал в ее голосе злорадство. Все у вас в карточке. Отправляйтесь в 319 кабинет. Вас там примет терапевт». «Так...» «Хорошо». Я подумал, ну вот. Вовсе даже не страшно. Сразу и к терапевту попаду. «Карточку тогда дадите?» «Не дам!» — рявкнула тетка. «Карточки на руки не выдаем!» «Эм...» Я слегка завис, и мы с регистраторшей несколько минут пялились друг на друга. Я лично пытался найти логику в ее словах. «Карточка моя. Схрена ли мне ее не дают?» «Там есть сведения о моем здоровье, которые нельзя знать или как?» «Что пыталась найти тетка, не знаю. Мне кажется, она просто кайфовала от сознания своей власти над историей моих болезней. Коих там, по сути, и нет». «Так...» «Я решил попробовать еще раз. Вы же сами сказали, нужно идти в 319 кабинет. Там терапевт. Мои анализы будут в карточке». «Вот и идите. В 319 кабинет. Карточку мы сами принесем». «Держите талон!» Регистраторша злобно ухмыльнулась, а потом протянула мне квадратный листочек, где значились время, фамилия врача, кабинет. «Ну, хорошо». Я взял бумажку и, как Иванушка-дурачок, послушно двинулся прочь от регистратуры. Подумал, раз сказали, что принесут, значит, так и будет». Сразу направился к терапевту, искренне веря, мое мыторство скоро закончится. Тут-то все и завертелось. На талоне русским по-белому имелась запись. «Кабинет 319, участковый терапевт такая-то». «Время приема 9 часов 15 минут». Я глянул на часы. Как раз стрелка приближалась к девяти. Поднялся на третий этаж. 319-й кабинет оказался закрыт наглухо, и по всему было видно, там идет ремонт. «Круто». Я посмотрел на дверь еще раз, дернул ручку. «Зачем?» «Не знаю. Очевидно же, врач не будет принимать в таких условиях». В этот момент в коридоре показались две пожилые женщины в медицинской форме, которые на своем горбу волокли офисный шкаф под потолок. Я, как истинный джентльмен, предложил им помощь. Правда, не безвозмездно. Мы, истинные джентльмены, бесплатно шкафы не таскаем. Взамен попросил, чтобы женщины показали правильный 319-й кабинет. Потому что этот явно был неправильный. Тетки согласились, и мы поволокли по этажу черта в шкаф, который оказался неподъемным. Ума не дам, как эти дамы тащили его вдвоем. Но, видимо, от напряжения в груди что-то сдавило, и в глазах закружились мошки. Правда, почти сразу отпустило. Через несколько метров одна из медсестер махнула рукой в сторону большого скопления людей. «А вот и ваш 319-й кабинет. На том, где ремонт, не успели табличку поменять просто». Я дотолкал шкаф до нужного места, а потом вернулся к двери, которую мне показали. «Точно, еще один 319-й кабинет». Очередь была немаленькая, и все, конечно, по талончикам. «У вас какой номер!» Раздался вдруг смутно знакомый голос одной из лавочек, занятых пациентами. Я повернулся, открыл рот, собираясь ответить. Но вместо этого, как стоял, так и замер, с открытым ртом. На лавочке сидела та самая бабка. В костюме, шляпке и сумочке в руках. Причем физиономия ее стала еще более хитрой. «Да к шестой он!» Мне через плечо заглянул какой-то мужик. «Иди, парень, тебе как раз пора, твоя очередь!» «Иди, иди!» — бабка несколько раз кивнула. «Пока опять не прихватила!» Я оторвал взгляд от старухи, которая продолжала смотреть на меня, будто знает все мои тайные мысли, и заскочил в кабинет. Чертовщина, честное слово! Не настолько долго тащил этот шкаф, чтобы бабка успела взять талон и оказаться ровно там, где должен быть я. И почему она сказала про... прихватила? «Здравствуйте!» — начал переступив порог. В помещении по разной стороны одного большого стола сидели две женщины. Одна из них, видимо, врач, вторая — медсестра. «Карточку!» — рявкнула та, что ближе к двери. Она как раз выполняла функции медсестры. «Нет, я хотел...» «Карточка ваша где? Фамилия?» Меня явно никто не собирался слушать. Я взрослый, тридцатилетний мужчина, стоял в этом чертовом кабинете и чувствовал себя полнейшим идиотом. Будь проклят тот день, когда решил пойти в обычную поликлинику. «Говорили ведь мне, сдай пошок анализы в платной клинике. Там с тебя все пылинки сдуют и в задницу растылуют». «Нет, попёрся, блин, придурок!» «Ну, так вот моя фамилия, вот талончик, я протянул медсестре, которая сильно напоминала дворовую собаку. Злую и агрессивную талон. В регистратуре сказали, карточку сами к вам принесут». Медсестра тяжело вздохнула, покачала головой, посмотрела на меня, как на скуда умного, а потом сказала. «Молодой человек, вот вы вроде бы взрослый мужчина, а верите в сказки. Кто там про вас вспомнит? Идите обратно в регистратуру, нет вашей карточки. Они забывают вечно. Но вы что, первый раз?» «Да я вообще никогда к вам не ходил, не болею я. Меня от поликлиники, бабки, регистратуры и всего остального начало слегка колотить». «А вот это хорошо, нам работы меньше, но в регистратуру сходите, потом сюда, без очереди». Велела медсестра и королевским жестом кивнула на дверь. «Мол, иди, плебей, мы тебя отпускаем». «Мы — это ее величество, медицинская сестра, владычица клизм и уколов». Я попятился назад, выскочил в коридор и сразу посмотрел на то место, где сидела бабка. Бабки не было. «Сука!» вырвалось у меня против воли. Я, конечно, предполагал, что поход в поликлинику будет тем еще удовольствием. Но реальность оказалась круче ожиданий. «И не говори!» мужик, который до этого подсказал мне с очередью, почесал затылок. «Все они тут эти... суки!» Я не стал ничего отвечать и рванул в регистратуру. Естественно, там была очередь. Только начал придумывать, как протиснуться сквозь толпу, от стойки регистратуры меня позвали. «Паша!» «Иди сюда!» Я моргнул несколько раз, а потом вообще одной рукой протер глаза. Рядом с регистраторшей, которая со мной беседовала совсем недавно, стояла бабка в светлом костюме. Более того, она звала меня по имени. Ненавижу, когда знакомые используют Пашу. Поэтому всегда представляюсь либо Павел, либо Пашок. В зависимости от обстоятельств. Но сейчас меня волновало совершенно другое. То, что бабка ухитрялась перемещаться с фантастической скоростью, из одной точки поликлиники в другую, изрядно нервировала. В то же время старуха мне не мерещится, она точно реальная. Потому что, пока я двигался к регистратуре, рассудив, странная она или нет, но очередь лучше обойти, Шапокляк очень даже натурально сцепилась с теткой, которая начала возмущаться. Мол, люди стоят, а какой-то гражданин теперь без очереди прется. Гражданин — это я. Здравствуйте еще раз. Регистраторша уставилась на меня с откровенной ухмылкой. — Пришел к врачу, а моей карточки у нее нет. — Как нет? — Вы к кому? К Воробьевой? — Та-а-а-а-а-а-а-а-ак... Тетка несколько минут изучала монитор компьютера. — Фамилия ваша как? — Лосев. — Та-а-а-а-а-а-а-а-а-ак... — У терапевта ваша карта. У меня начало формироваться ощущение, что надо мной просто издеваются. «Да нет её там. Я только что оттуда». «Тэээээк...» Регистратор шоткнула пальцем в монитор и принялась водить им слева направо. «Как...» — говорите, ваша фамилия? «Лосифон», — встряла бабка. Она по-прежнему стояла рядом и пялилась на меня, периодически переругиваясь самыми возмущёнными. «А, так вот же. Кварабьёвый 319-й кабинет». «А, чтоб тебя...» «Фух, ошибочка вышла. Нет, всё верно, у терапевта ваша карточка. Она в 219-м принимает». «Как в 219-м? На талончике написано...» Я, не договорив, посмотрел в глаза тётки, сидящей в регистратуре, и прочитал в её взгляде ответ. «На заборе тоже написано, но там дрова лежат». «Да, снизошла она до ответа. Однако ваша карточка с вашими анализами у вашего терапевта. В кабинете 219». «Иди, Паша, иди. Побегай, всё равно недолго осталось». Пробормотала стоявшая рядом бабка. «Я посмотрел на шапокляк. Откуда эта старая сволочь знает моё имя?» Ответ пришёл сам собой. Когда я в первый раз стоял в очереди, тётка из регистратуры спрашивала данные. «Наверное, бабка, несмотря на расстояние, услышала вот и всё. А то, что она носится туда-сюда, так я тоже ношусь. Тут все носятся, как угорелые». Молча развернулся и помчался на второй этаж искать нужный кабинет. Слава богу, 219-й существовал в единственном экземпляре. Но зато там тоже наблюдалась очередь. Моё время, которое значилось в талоне, уже прошло. Я решил, пошли все к чёрту, а затем прямой наводкой двинулся к кабинету. В этот момент дверь распахнулась, оттуда вышла женщина. Я бросился вперёд и проскочил мимо неё, не обращая внимания на проклятия, которые сыпались мне в спину. Правда, в последнюю секунду среди шума отчётливо услышал насмешливый голос. «Да вообще, молодёжь обнаглела. Никакого уважения. Вот раньше. Да чтоб ему назад, в СССР вернуться!» Я вздрогнул и оглянулся. Голос показался мне снова похож на Бабкин. Однако народу стояло слишком много. Кто сказал эту фразу, было непонятно. «Заходите уже!» — прикрикнул на меня врач. «Дверь закрывайте. Не на проходной!» «Вы Воробьёва?» — поинтересовался я сразу, чтобы понимать, придётся ли снова куда-то бежать. «Да». Доктор, женщина средних лет, почему-то разговаривала со мной восклицательными знаками. Будто я пришёл не на приём, а лично к ней домой. И её этот факт сильно раздражает. «Какое счастье!» В два шага приблизился к столу, за которым она сидела, коротко объяснила ситуацию. Врач покивала, измерила давление, послушала о лёгкие, выдала справку, что... «На момент осмотра терапевтический здоров!» «Об отсутствии противопоказаний к операции под местной анестезией ни слова». «У вас должны быть мои результаты анализов!» Перешёл я к самому главному. «А нету!» Врач развела руками. «Как нету? Где они?» Мне стало казаться, этот день не закончится никогда. «Вообще!» «Ад!» «Самый настоящий!» «А кто вам направление?» Выписывал. Врач опустила очки на кончик носа, глядя на меня поверх линз. После нескольких секунд мучительных воспоминаний я, наконец, сообразил, через кого моя знакомая доставала эти чёртовы направления. «Да врачебный кабинет!» выкрикнул я радостно. «А вот там и ищите!» Также радостно ответила доктор. «А в регистратуре сказали они у вас в карточке!» «Я решил, из этой долбанной поликлиники или уйду с анализами, или меня вынесут вперёд ногами. Без нужных бумажек сам никуда не двинусь». «Нет здесь ничего. Тогда идите в кабинет номер 121, найдёте там Татьяну Яковлевну. Скорее всего, у неё ваши анализы». В душе зашевелилось что-то нехорошее. Вспомнился Семён Фарадай в фильме «Чародеи». Сцена, где он бегает по длинным, запутанным коридорам и кричит. «Люди!» Мне реально начало казаться, что хрен я отсюда выберусь. Собрал всю волю в кулак, решительно открыл дверь и пошёл в 121-й кабинет. Нашёл его сразу. А там... Вот ведь сюрприз. Очередь. Три бабушки и дедушка. Я пятый. На вопрос, кто крайний, бабушки сомкнули ряды, а воевать с пенсионерами раньше мне не приходилось. К счастью, в этот же момент подошёл ещё один дедок. «Сынок, ты последний?» спросил он меня. «Да». Я кивнул, мысленно прикидывая, сколько ещё потрачу драгоценного времени своей не менее драгоценной жизни в этом месте. Хорошо сегодня отпросился на весь день. Как чувствовал? Дел на работе куча. «Ты тоже за лекарствами?» Дедок заглянул с надеждой в моё лицо. «Не знаю. Наверное, искал соратника в столь важном вопросе». «Нет, я анализы забрать». Бабульки моментально оживились. Оказалось, все они на приём, а меня, уж так быть, пропустят без очереди. Пока никто не передумал, я шустро проскочил в кабинет. Снова стол, снова женщина, снова раздражённые взгляды. В этот момент поклялся сам себе. «Если переживу день до конца, буду ходить впредь только в платные клиники». В конце концов, зарплата позволяет. Я сотрудник достаточно известной юридической конторы. Повёлся на слова коллеги, которая убедила меня, мол, «Зачем тратить деньги, всё можно сделать бесплатно». Можно, но только потом задолбаешься нервной текличить. «Меня сюда отправила Воробьёва. Решил. В конце концов, буду всё валить на терапевта. Она сказала, что у вас мои анализы могут быть». Татьяна Яковлевна, а судя по всему, это была она, посмотрела на меня, как на придурка, не меньше. «Мужчина, где вы видите у меня ваши анализы? Нет их у меня. Не было никогда. Не видела. Не знаю. Кто вам их выписывал? Да врачебный. Вот туда и идите». Я закрыл глаза, втянул воздух через нос, потом выдохнул. В голову невольно лезли различные случаи из криминальной хроники, когда спокойный, нормальный человек внезапно кого-то убил. подозреваю, просто в этих хрониках не уточняют, что убийство произошло в районной поликлинике. Собирал волю в кулак, чтобы не выматериться. Это Татьяна Яковлевна, хоть и смотрела с иронией, но говорила здраво и неоскорбительно. Например, во время беседы с регистраторшей у меня вообще было полное ощущение, что я в булочную за гвоздями зашёл. «А мне Воробьёва сказала, что у вас...» выдал я последний аргумент. «Ах, Воробьёва сказала...» «Как говорите ваша фамилия?» Татьяна Яковлевна жестом фокусника вынула откуда-то из-под полы конверт, на котором был написан адрес моего дома. Я от возмущения пошёл пятнами. В пот бросила. Сначала в холодный, а потом накрыла волной жара. Буквально через несколько минут выскочил из кабинета красный, мокрый, но... счастливый. В моих руках были эти чёртовы анализы. Не успел сделать несколько шагов, как в глазах снова потемнело, стало тяжело дышать. А ещё почему-то появился страх. Хорошо рядом стояла свободная лавочка. Я плюхнулся на неё, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. «Да ну нафиг! Мне тридцатник, наверное, просто перенервничал». Вообще говорил себе под нос вслух, чтобы отпустило это ощущение холодного, липкого страха. Никогда ничего подобного не испытывал. «И что? Думаешь, в тридцать сдохнуть не получится? Да только так. Вы же хилые, нежные, ранимые». Я резко открыл глаза и повернул голову. Рядом сидела бабка-шапокляк. «Ты ж пойми, Паша, колесо повернулось. Всё. Теперь не остановишь». «А у тебя дело важное. Повезло тебе, Павел Валерьевич Лосев». «Сильно повезло». Я таращился на старуху, совершенно не понимая, о чём она вообще говорит. Бабка вдруг подмигнула мне, а потом заголосила на всю поликлинику. «Эй, люди добрые! Человеку плохо! помирает человек!» Хотел возмутиться, вскочить на ноги, уйти, но неожиданно понял, не могу сделать ни первое, ни второе, ни третье. А потом вообще в глазах потемнело и, по-моему, я открыл... Глава вторая. О том, какими неожиданными бывают некоторые пробуждения. Мне было холодно. Очень. Как в деревенском погребе. Видел такое у бабушки. А ещё сквозь мутную пелену сознания пробивался посторонний звук. Мерзкий и противный. Раздражающий. Прям вот убил бы того, кто этот звук издаёт. Ландыши, ландыши, светлого моя привет! Какой-то придурок напевал песню. Голос был мужской, но исполнитель старательно пытался выводить мотив высоким фальцетом. Поэтому возникало ощущение, будто пока ещё невидимому мне-мужику наступили на самое ценное. Кошки в марте на заборе и то приятнее орут. Параллельно слышалось характерное постукивание, словно перегладывают металлические предметы. Даже не знаю, что раздражает больше завываний или скрежет металла о металл. Я понял, слушать это всё больше не могу и открыл глаза. Взгляд уперся в потолок. Серый в разводах и пятнах. Обычно так случается, если сверху протекла вода. Странно. Сто лет не видел подобных потолков. Ещё имелась большая лампа, которая в данный момент была выключена. Висела она прямо надо мной. Что за место? Где я вообще есть? Последнее, что помню, поликлиника и сумасшедшая бабка, орущая во весь голос. Осторожно, не отрывая затылка от чего-то, пока даже не пойму, на чём лежу, повернул голову налево. Помещение, в котором я находился, не имело окон. Ну, значит, точно не кабинет в поликлинике. Да и обстановка вообще не похожа на то, что здесь принимает терапевт. Скорее психиатр, тусклый свет. Мерзко, холодно и какой-то непонятный мужик завывает. В стороне возле железной тележки, похожей на... Я поморщился, подбирая сравнение. Да ни на что это не похоже, просто тележка, типа той, на которой в больнице развозят еду. Рядом с ней ко мне спиной стоял тот самый певец, чьё сольное выступление вызывало у меня в данный момент зубовный скрежет. Выглядел он высоким, крепким, можно даже сказать здоровым. Не в плане самочувствия, хотя обратное тоже утверждать не могу, а по своей комплекции. Мужик на этой тележке что-то перекладывал или перебирал. Было понятно, по движению рук он вроде как наводил порядок. Слева от мужика у стены находился стол. Такой был у меня в очень далёком детстве. Достался по наследству от отца. В правой его части под столешницей имелась тумба с несколькими ящиками. Туда обычно я складывал учебники и тетради. Стол вообще-то считался школьным, но вот стоящий ко мне спиной товарищ точно на ученика не тянет. Я поёжился. Что ж так холодно-то? На улице, между прочим, лето. Куда бы меня не притащили после потери сознания, мёрзнуть столь сильно не должен. Очевидно, скорее всего, я отключился на той лавке. Наверное, бабка позвала врачей на помощь и меня отнесли. Тут логическое мышление дало сбой. Отнесли куда? Зачем? Можно в коридоре на шатырь под нос сунуть и всего делов. Тем более, я никогда не терял сознание. Со здоровьем у меня всё нормально. Наверное, просто надо поправить одежду. Может, футболка задралась, например. Поднял руку, положил её на живот и понял, нет футболки. Повёл ладонью вниз. И штанов нет. Даже боксеры пропали. Охренеть можно. Я слышал, что нельзя в подобных учреждениях оставлять вещи без присмотра, на трусы. Одежда? Это вообще, конечно. Потрогал ладонью своё ложе. Чёрт! Я лежал на металлической каталке. Вот на чём. Совершенно голой. То, что каталка металлическая, понял, наконец, по ощущениям. Задница-то у меня тоже не прикрытая ничем, получается. Подобного поворота я точно не ожидал. Вообще не имею привычки находиться в подобном виде в незнакомом помещении в компании постороннего человека. Я медленно поднялся, приняв сидячее положение, и осмотрелся. Лучше бы не делал этого. Честное слово. Не знаю, как удержался от мата. Если с одной стороны был этот непонятный мужик, то с другой ещё несколько каталок с лежащими на них, ну, судя по очертаниям, людьми. Просто люди эти были накрыты простынями, из-под которых торчали ноги. Я, конечно, не врач, но выглядели ноги так, будто их обладатели немного мертвы. Такая же простыня, как и на этих бедолагах, лежала скомканной рядом со мной. Ландыши, ландыши! Мужик, продолжая подвывать, медленно повернулся ко мне лицом. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Увидеть меня, сидящим на каталке, он оказался, видимо, не готов. Потому что лицо мужика стало испуганное, глаза округлились. Мне кажется, он забыл, как дышать. Вообще, дядька выглядел лет на сорок и был на самом деле очень крепким. Один только рос под два метра. На нем сверху обычной одежды имелся халат, уляпанный пятнами, происхождение которых вызывало серьезные опасения. Впрочем, хрен с ним с халатом. Тут все вызывало серьезные опасения. Так-то есть догадка, что я в морге. Сильно похоже на то. Хотя в наш современный век могли бы поприличнее обустроить. Я, конечно, понимаю, мертвым может не столь важны комфорт и условия содержания, но все-таки слишком вокруг все убого. Ну, или это укромный уголок маньяка, где он занимается своими маньячными делами. Оба варианта пугающие. В первом случае врачи могли внезапно отупеть и принять живого человека за мертвого. В принципе, после проведенных в поликлинике часов вообще не удивлюсь такому. Во втором случае даже не хочу представлять, что могло быть во втором случае. Ибо выходит полный бред. «Если что, имейте в виду, я юрист, и меня будут искать», сообщил я крепышу. «Почему сделал акцент на профессии, сам не знаю. Наверное, чисто на автомате. Чтобы было понимание, выберусь отсюда и вкачу иск. За такое обращение с нормальным живым человеком». «Млять!» сказал вдруг мужик, потом тонко всхлипнул и осел на пол. Реально вырубился как баба. Потерял сознание. «Очень верное замечание», ответил я вслух, имея в виду матерное слово, которым идеально описывалась сложившаяся ситуация. Потом спустил ноги, слез с каталки на цыпочках. Пол был охренительно холодный. Подбежал к валяющемуся без признаков жизни мужику. Наклонялся, посмотрел. Ни черта непонятно, дышит или нет. Присел на корточки и приподнял одно его веко. Сам не знаю зачем. Во-первых, из меня доктор как из енота балерина. Я даже пульс не смогу найти, если потребуется. Во-вторых, версию про маньяка отметать нельзя. И в этом случае мне нужно мужика не в себя приводить, а хорошенько стукнуть по башке, чтобы он еще долго оставался в том состоянии, в котором есть сейчас. Чисто физически он точно сильнее меня. Ну что же ты Степана до обморока довел? Нехорошо, Паша. Я от неожиданности подскочил на месте и уставился на бабку. Да это опять была чертова старуха. Как она оказалась здесь, не знаю. Всего лишь секунду назад в помещении никого не наблюдалось, кроме нас с мужиком. Он ведь сердешный решил, что у него мертвецы ходить начали. Бабка двинулась вперед. Я попятился назад. При этом оглядывался по сторонам в поисках любого подходящего для защиты предмета. И мне не стыдно признаться, что эта бабка пугала меня до чертиков. Я как человек современный знаю, в жизни чего только не бывает. Может она инопланетный разум или какая-нибудь потусторонняя сущность или... Нет, вампиры по всем источникам красивые молодые, а здесь на лице старческие морщины и пигментные пятна. Вот ты дурной, пичкают вас ерундой несусветной, а вы ее поглощаете. Бабка остановилась, покачала головой и усмехнулась, будто мысли мои прочитала. Настя, Настя, иди сюда, помоги Степку с пола поднять. Нехорошо как-то. Валяется бедолака, еще почки застудит, а у него на роду смерть не скоро должна быть. И точно по другой причине. Я оглянулся назад, где лежали остальные граждане, укрытые белыми тряпками. Честно говоря, возникла шальная мысль, сейчас, как в фильме ужасов, они встанут с каталог и пойдут ко мне, потому что совершенно непонятно, какую Настю хочет эта старуха. Никаких Насть поблизости нет. Ну, точно дурной. Бабка посмотрела на меня с осуждением, даже с обидой, а затем наклонилась к лежащему на полу мужику, внимательно разглядывая его лицо. В этот момент в помещении появился еще один человек, девушка, та самая блондинка, которую я видел по дороге к поликлинике. Она тенью выскользнула из-за двери и направилась к Степану. «Теперь я знаю, как зовут певца». «Ты бы парню одеться дала что-нибудь», сказала девица бабки, а потом окинула меня насмешливым взглядом. И только тогда я сообразил, что стою перед ней реально голой. Руки машинально опустились вниз, прикрывая самое дорогое. «Твою мать!» Я замер, а потом наклонил голову и уставился на то, что старался спрятать от женских глаз. «Дорогое было на месте, где положено, но это явно не мое дорогое. Уж что-что, а эту часть своего тела я точно не перепутаю с чужой». В конце концов, каждый день на него смотрел тридцать лет. И вот сейчас моего там не было ни черта, да и руки тоже. «Руки не мои!» «Это что за хрень?» спросил я вслух, при этом с глупым лицом разглядывая все, что ниже пояса. Было, между прочим, не очень удобно из-за того, что параллельно прикрывался от блондинки и бабки. «В принципе, определение выбрано верное. Хрень!» высказалась девица. Она быстрым шагом подошла к шапокляк и тоже наклонилась, оценивая состояние мужика. «Ага, знаешь, что интересно, впервые вижу, чтоб человек, оказавшись старуха хмыкнула, выпрямилась, а потом уставилась туда же, куда пялился я. «На одень! Нечего мне тут девку портить!» Шапокляк быстро подскочила к стулу, который стоял рядом с тележкой. На его спинке висел еще один халат. Бабка схватила его и кинула мне. А потом прикрикнула на блондинку. «Отвернись! Зенки вылупила! Степанова надо в божеском виде я поймал одной рукой брошенную мне вещь, повернулся задом и натянул халат на себя, застегивая пуговицы трясущимися руками. Тряслись они от холода и от странного ощущения. Конечности плохо слушались. Я пытался пальцами пропихнуть пуговицу в дырку, но эти пальцы будто жили своей, самостоятельной жизнью. Настолько самостоятельной, что довести дело до конца удалось с трудом. Попутно лихорадочно соображал, что происходит. Версий не было никаких. Кроме той, что я реально в морге. «Тело еще плохо подчиняется сознанию», раздался за моей спиной голос старухи. Я обернулся. Бабка вместе с блондинкой ухитрились поднять здоровенного мужика с пола и усадить его на стул. Даже голову заботливо пристроили на руки, которые сложили крест накрест на стол. «Какое к чертовой матери тело! К какому сознанию!» Я старался говорить спокойно, хотя понимал точно, происходит какая-то лютая дичь. Но какая именно, даже предположить не мог. А еще очень сильно хотелось посмотреть в зеркало. Мысль, что мое тело как бы не мое, плохо укладывалась в голове. Однако при этом бабка явно права. Теперь стало понятно, голос тоже чужой, он звучал «Так ты умер, Паша», заявила Шапокляк, а потом развернулась и двинулась в сторону выхода. Я стоял, открыв рот и смотрел ей вслед. «Останешься?» Блондинка снова усмехнулась. «Или все-таки с нами пойдешь?» Вопрос был риторический. С одной стороны, эти две дамочки далеко не то общество, в котором я хотел бы сейчас оказаться, а с другой лучше уж они, чем Степан, который мог очнуться в любой момент. Потому как бабка и блондинка что-то явно знали. Степан, судя по реакции на мое поведение, не знал ни черта. Он вообще принял меня, зажившего мертвеца. «Эй, подождите!» Я рванул следом за блондинкой. Выскочил из помещения, где остался Степа вместе со своими подопечными и оказался в небольшом коридоре. В самом конце виднелась дверь. Бабка уже вышла на улицу, а блондинка задержалась. Видимо, ждала меня. Я поторопился к ней. Хотя босиком бегать по грязному полу мало радости. Вот сволочи. И полы-то у них старые, деревянные, доски были выкрашены в тошнотворный, зеленовато-серый цвет. Выглядели они так же убого, как все остальное. «Идем!» Девица толкнула дверь и шагнула через порог. «Меня точно не пришлось уговаривать дважды. Я с огромным удовольствием выскочил на улицу, в лицо сразу ударил теплый летний воздух, свежий. Только сейчас сообразил, что там, где очнулся, пахло не очень приятно. Замер на порожках, осматривая местность. Она — эта местность. Мне было незнакомо. Оглянулся назад. На двери имелась табличка «Морг». Ну, в общем-то, наверное, ожидаемо. Здание это было одноэтажное, небольшое, с покатой крышей. И еще оно выглядело каким-то старым, непривычно старым. Больше на барак похоже. «Ну, опять тебя ждать?» Блондинка спустилась по ступеням и теперь замерла на аллее, ведущей вглубь территории. Похоже, это была больница. Неподалеку виднелся четырехэтажный корпус с темными окнами. Такое чувство, будто я вместо города миллионника оказался в глубокой провинции. Все вокруг выглядело устаревшим. С другой стороны, корпус больницы достаточно большой. Для деревни это странно. «Слушай, ничего, что я голый и босиком. Кто-то увидит, точно завернут в психиатрию». Я зыркнул на блондинку раздраженным взглядом. Да и вообще ситуация несколько странная. Не каждый день в морге в себя прихожу. Не увидят, блондинка поманила меня рукой. Давай быстрее, времени совсем мало. У нас вот-вот очередной идиот эффект бабочки устроит. Достали, не сидится им спокойно. Только отвернешься, уже лезут со своими знаниями ход событий менять. Будто без их участия все рухнет. Самовлюбленные придурки. Догоняй! Девица развернулась и пошла вперед, на ходу продолжая рассуждать о чем-то весьма странном. Звучали выражения попаданцы хреновы, идиоты косоруки и чтоб вам всем обосраться. Бабки вообще не было видно. Она перемещается как спринтер, честное слово. Только оглянулся, уже нет ее. Я вздохнул, искренне надеясь, что все происходящее мне снится. Мало ли, слишком реально, да. Каждый камешек чувствую под босыми ногами. Врезаются сволочи очень больно, но решил, неважно, сон или нет, надо идти с блондинкой, даже во сне это лучший вариант. Буквально через несколько метров показались высокие металлические ворота, сбоку имелась калитка. В нее мы и вышли, я остановился. меня ждало очередное удивление. Просто у обочины, а впереди была проезжая дорога, стояла машина, которую я только в кино видел. Черная, с блестящими черными ручками и такой же блестящей решеткой на радиаторе. Причем, судя по расположению ручек, водительская дверь открывается как положено, а задняя пассажирская в другую сторону. Совсем не так, как должно. Если не ошибаюсь, на таких тачках ездили сотрудники НКВД. Нет, в прошлом может еще кто-то пользовался подобным транспортом, но у меня он сразу вызывал ассоциации с определенной организацией. Это что? Спросил я девицу, которая уже обошла машину и открыла переднюю пассажирскую дверь. За рулем, кстати, сидела шапокляк. Уверенно сидела. Какой же ты душнева, блондинка поморщилась. Это если говорить точно. ГАЗ 1173. Все полегчало? Нет, ответил я, а затем полез в тачку, которая выглядела как стопроцентный раритет. Вот и хорошо, бабка посмотрела в зеркало заднего вида, поймала мой взгляд, пока я пытался поудобнее устроиться на сиденье, а потом усмехнувшись завела автомобиль. Я, кстати, в зеркало тоже пялился, насколько это возможно. В голову лезли мысли исключительно матерные. Чёртово отражение показывало мне совсем другого человека. Глава третья О том, что не всякая горькая правда лучше сладкой лжи. Ну, присаживайся, Павлуша, заявила старуха, как только я переступил порог того места, куда мы прибыли. Она обошла меня, прямой наводкой прошуровала к креслу качалки, плюхнулась в него, сложила руки на животе, откинула голову назад и замерла. Даже глаза закрыла. По-моему, бабка самым беспардонным образом уснула. Секунда не прошло, как со стороны кресла послышался тихий храп. Я, сцепив зубы, проигнорировал Павлушу и огляделся. Хотелось понять, где мы есть. Манера шапокляк обращаться ко мне вариантами имени, которые органически не выношу с раннего детства, бесило изрядно. Однако решил, это не самая насущная проблема на данный момент. Очень надеюсь, ситуация прояснится. Мне больше не придется не слышать Павлушу, не видеть эту старуху, с появлением которой моя жизнь пошла под откос. А то вообще черт знает что. Говорят, я умер. Ну, да, тело точно не мое, это уже понятно. надеюсь получить хоть какие-то вразумительные объяснения по данному крайне удивительному факту. И все-таки как умер? Если все чувствую, понимаю, смотрю, и жрать еще хочется. Очень сильно хочется жрать. Аж желудок заворачивается в узел. Разве может испытывать все эти эмоции мертвый человек? покрутил головы, пытаясь понять, куда действительно можно присесть. В наличии имелся только старый облезлый диван с тканевой обивкой, украшенной розами. Причем розы выглядели столь печально, что возникало ощущение, вот именно на них точно кто-то умер. Не единожды. Еще была табуретка, но она вызывала большие сомнения в ее устойчивости. Мы такие на уроке труда делали. Вообще, если честно, место, в которое приехали, было не лучше морга. Пожалуй, разница лишь в том, что здесь не так холодно, нет мертвых людей, и Степан не воет песню про ландыши. Вот отсутствие Степана радовало больше всего. Когда машина остановилась возле старого полуразрушенного здания, подумал, ну, класс. Эти две дамочки привезли меня в какую-то законспирированную развалюху. Ни единой живой души на километр нет, а я на минуточку. Без штанов, с голым задом. Экспроприированный у Степана халат не в счет. Сначала мы долго ехали по городу, я пытался в окно понять, в каком районе находимся, в итоге насчет района перестал заморачиваться, потому что эти улицы видел впервые. Дома, стоящие вдоль дороги, были в большинстве своем пятиэтажные. Ни одной высотки, фонари выглядели непривычно, дорога была пустой, тоже непривычно. Все вокруг непривычно, а главное, совершенно незнакомо. Потом машина свернула в какую-то промзону. Нас окружали склады, завалившиеся в бок сараи, с фонарями вообще стало туго. Со всех сторон подступала темнота. Пожалуй, это полуразрушенное строение, куда мы прибыли, выглядело чуть ли не приличнее остальных. К тому же внутри оказалось жилое помещение. Условно жилое. Я бы в таком точно не хотел поселиться. Зачем мы сюда приперлись? Вот что интересно. Всякое, конечно, бывает. Современные женщины иногда гораздо опаснее мужиков, знаю это точно. Приходилось сталкиваться с разными ситуациями по работе. Но за свою честь я не опасаюсь. Она утеряна давно, еще лет в шестнадцать, и с тех пор активно терялась очень много раз. А потом появилась одна особа, с которой мы провели последние три года вместе. Пришлось свои аппетиты поумерить. Отношения у нас были серьезные. Именины сердца продолжались, пока данная особа буквально пару дней назад не поставила мне ультиматум, смысл которого сводился к свадьбе и детям. Я после такого даже грешным делом размышлял, не перевестись ли в один из городов, где у нас есть филиалы. Хороший повод соскочить с маячившей на горизонте перспективы создания семьи. оказалось, я вообще не представляю себя женатым человеком. Начал даже репетировать соответствующую ситуацию речь, мол, дело не в тебе, а во мне все как положено. В любом случае, конечно, я был бы козлом, но лучше сразу все объяснить, чем жениться против воли и мучиться на пару. А теперь вон оно как. Если верить бабкиным словам, женитьба отменяется. В любом случае грязных домогательств я точно не боюсь. Насчет старухи, конечно, нет. Упаси боже. А вот блондинка готов отдаться без малейших сомнений. Она на самом деле очень даже хороша. Я не обманулся, увидев ее первый раз возле дерева. Только очень сомневаюсь, что кому-то здесь есть дело до моей чести. Рассматривать подобный вариант всерьез, конечно, даже нет смысла. Не такой я Брэд Питт, чтобы меня ради сексуальных утех выкрали из поликлиники. Это так. Мысли для прикола. Убивать тоже глупо. Я не владею информацией, ради которой можно устроить что-то подобное. К государственным тайнам доступа не имею. Самые сложные дела, всегда проходят мимо меня. Наша контора называется Бариновы и Ка. Учитывая, что моя фамилия Лосев, вполне очевидно, денежные клиенты уплывают совсем в другие руки. Шеф, его брат и его же сын в данном случае гораздо более интересные объекты для убийства. Хотя и они нахрен никому не нужны. Шантаж? Некого шантажировать. Родители уже пять лет нет в живых, родственники отсутствуют. Квартира? Есть. Но я в ней никак ремонта не доделаю, да и район не сказать, чтоб элитные. Вроде зарплата неплохая, но как-то не срастается поменять жилье. Все, варианты закончились, и ни один из них не похож на правду. Значит, причина, по которой меня притащили в заброшенный дом, совсем другая. Скорее всего, она связана с тем, что я, между прочим, сейчас совсем не я. Это самый важный момент. Хотелось бы для начала понять, как, как возможно, что всю дорогу, пока мы ехали из морга, в зеркало на меня пялилась абсолютно незнакомая физиономия. «Я, конечно, видел много фантастики, фильмы, сериалы, но, черт подери, это же фильмы». В морге бабку принял за потустороннюю сущность чисто от неожиданности из-за того, в каких обстоятельствах оказался. Да и ее прыжки в поликлинике из одного места в другое тоже повлияли на воображение. Но если размышлять обо всем спокойно, конечно, бред. Вон, тачку она вела как вполне себе живая. Пожалуй, некоторым можно поучиться. Кстати, про машину. Тоже интересный момент. Этот автомобиль раритет, и, если не ошибаюсь, подобные модели перестали выпускать в конце сороковых годов прошлого века. Или пятидесятых. Не суть. То есть тачка древняя, как остатки жизнедеятельности мамонта. Но старуха гнала ее по городу со скоростью, которой у этого автомобиля чисто теоретически быть не может. Опять же, допускаю, машина прошла апгрейд, ок, но стоит подобная игрушка очень дохрена. Даже в своем первозданном виде. Если в нее напихали современных прибамбасов, то цена будет намного выше. Бабка и блондинка точно не тянут на миллионерш. Одеты скромно. Костюм у старухи явно не от кутюр. Девица вообще в темных брюках, темной водолазке и короткой кожаной куртке. Больше похожа на сотрудницу частной охраны. Кстати, она в отличной физической форме. Заметна потому, как уверенно двигается, и без всяких женских примочек, свойственных красивым девочкам. Ни капли кокетства или намека на сексуальный подтекст. Хотя с ее внешностью не просто можно себе позволить. Нужно? Значит... Да нихрена это не значит. Все происходящее здорово отдает безумием. Нужно просто задать вопросы в лоб и узнать ответы. Вот и все. Самый первый вопрос. Какого черта я оказался в теле сорокалетнего абсолютно постороннего мужика? По крайней мере, на первый взгляд возраст приблизительно такой. Точнее пока ничего не могу сказать. Обзор был ограничен размером и зеркало заднего вида. Сказали же присядь. Особое приглашение требуется. Блондинка беспардонно прервала мое размышление. Она прошла мимо меня к древнему буфету, стоявшему в углу этого странного помещения, которое напоминало гараж, только размерами больше стандартного раз в двадцать. Даже имелись металлические ворота. Через них бабка загнала тачку внутрь, и теперь машина находилась в паре метров от нас. Это точно не способствовало уютной домашней атмосфере. Помимо табуретки, дивана и кресла качалки, на котором сейчас внаглую спала старуха, я заметил еще большой стол. Он занимал центральную часть помещения. Стоял ровно посередине. На нем в беспорядке лежали какие-то топографические карты. Далее у стены на тумбочке имелась плитка с двумя конфорками и небольшим газовым баллоном. Потом здоровый сейф, чуть ли не с меня ростом. Интересно, что можно хранить в таком монстре. При желании туда человек целиком поместится. Кроме того, был еще буфет. Старый, как и все в этом месте. Он выглядел громоздким и отчего-то своим внешним видом напоминал мне детское стихотворение про Майдадыра. Возле буфета в данную минуту как раз суетилась блондинка. Судя по всему, нас ждало чаепитие. Девица достала три чашки, блюдца, чайник, упаковку заварки и сахарницу. При виде этого мой желудок громко заурчал. Вернее, не совсем мой. Но какая разница, если я чувствовал все абсолютно четко? У противоположной стены имелись книжные полки, тянулись от угла и до угла. Их использовали по назначению. Книг было много. Очень много. Давным-давно не видел столь большое количество печатных изданий. Последний раз в школьной библиотеке, наверное. Еще заметил двустворчатый шкаф для вещей. Но самое необычное, что выделялось из общей картины, холодильник. Вполне себе современный дорогой он смотрелся на фоне всей обстановки очень удивительно вызывающе. Будто посреди мусорной кучи кто-то забыл картину да Винчи. Или в сельский клуб явилась модель Виктория Сикрет. Думаю, тебе надо одеться, строго заявила блондинка, будто кто-то собирался с ней спорить. Она подошла к столу, отодвинула локтем карты, и на освободившееся место плюхнуло все, что вытащила из буфета. Кроме чайника. Чайник, кстати, был самый обычный, не электрический. Его девица поставила на плиту, предварительно включив конфорку. Я по-прежнему топтался рядом с диваном, не решаясь сесть на него. Отличаюсь вообще-то брезгливостью в этом плане. Бегать босиком по моргам, вытирать собственными частями тело убогую мебель, это не входит в список моих любимых дел. Слушай, я тоже так думаю, но, к сожалению, как видишь, одеться мне не во что. Я развел руками, демонстрируя свой внешний вид. Возможно, тебя это удивит, но голый зад под халатом меня несколько напрягает. Не страдаю патологической скромностью, однако в этих обстоятельствах я бы предпочел быть одетым. Так. Девушка окинула меня оценивающим взглядом, а затем направилась к шкафу. Открыла сразу обе створки, и я почувствовал, как вслед за створками открылся мой рот. В верхней части шкафа имелась толстая перекладина. На ней в ряд на плечиках висели вещи. Много вещей. Костюмы, рубашки, брюки, даже, по-моему, спортивные костюмы. Думаю, учитывая, кем ты у нас сейчас являешься, подойдет вот это. Она схватила одну из вешалок и вместе с одежкой кинула ее прямо на диван. Еще нужно вот это. Блондинка засунула руку куда-то вглубь между шмоток, а потом словно фокусник. Вытащила оттуда трусы, носки, майку. Я смотрел на этот новый, своеобразный вариант нарнии в тихом офигевании. Чисто внешне шкаф выглядел не сильно просторным, однако вещей в него было напихано очень до хрена. Еще непонятно откуда девица вытаскивает трусы. Полок нет. Это, конечно, не жизненно важно, но очень интересно. Подошел к дивану, взял в руки нижнее белье, растянул резинку, приложил к своему животу и посмотрел на эту страсть. Семейные, серьезно, а поприличнее ничего нет. Я оторвался от созерцания семейников, вопросительно уставившись на блондинку. Может, еще поковыряешься, вдруг боксеры попадутся. «Ты, Павлуша, для недавно почившего человека слишком привередливый», подала вдруг голос старуха. Она резко проснулась, приоткрыв один глаз и теперь с усмешкой наблюдала за мной. «Почему вы так говорите?» Я бросил трусы обратно на диван и развернулся к бабке. «А ты сам подумай. Или, по-твоему, одного человека можно без вреда для здоровья засунуть в другого? Матрешка, что ли, тебе?» «Нет, милок, помер ты, это факт. Прямо там, в поликлинике и помер. А вот уж дальше дело техники. Взяли мы тебя под белые ручки и отправили в новое место жительства. Повезло тебе. Ты теперь Павел Валерьевич Лосев являешься сотрудником нашей организации». «Какой организации? Ты о чем вы?» Я не выдержал и сел на диван. Прямо на вещи. Даже не сел, плюхнулся. Все, что говорила старуха, сильно нервировало. «Если не в курсе, у меня была вполне приличная работа и перспектива и карьерный рост». «Ой, хватит заливать!» Бабка громко рассмеялась. «Рост какой-то! Скажешь, что же?» Пять лет в этой конторе пахал на одной должности, старший помощник младшего конюха. «И не светило тебе там ни черта, сам знаешь. Так и вывозил бы за свое начальство самую поганую работу. Они ж тебе натурально на шею сели, а сливки сами гребли». «Но это не хай на их совести остается. Как говорится, снег сойдет, будет видно, кто где гадил. Каждому приходит расплата по делам его». «Но это не вам решать». Я из-под лобья посмотрел на старуху, совершенно не разделяя ее веселье. «Не мне», она согласилась и даже кивнула. «За нас уже все решено. Ты думаешь, мы тебя специально извели? На тот свет хотели отправить?» «Нет, тут Милок сыграла свою роль предопределения. Ты в любом случае должен был умереть. Это вон Настя твою точку финала высчитала. Ей спасибо скажи. Вернее всех, кто в конкретную секунду должен был, ну ты понял. Из того списка, что у нас получился, выбрали самого подходящего. Тебя. Все. А дальше, как я и говорил, отдела техники. Просто нужно было оказаться в соответствующем месте в соответствующее время. И да, Павлуша, смирись, помер ты. Точно тебе говорю. Мертвее не бывает, просто мы твою, как бы это назвать, душу. Давай так. Вам такое определение привычнее. В общем, душу твою мы решили использовать на благое дело. Подожди. Перебила бабку блондинка. Она все это время молча стояла рядом со шкафом, наблюдая за нами со старухой. Девица подошла к столу, взяла чашку, плеснула туда воды из чайника, сняв его с плиты, прямо с огня и протянула мне. На, попей, а ты, блондинка строго посмотрела на шапокляк, дай человеку в себя прийти. Видишь, тяжело ему правда дается, обсуждали ведь аккуратно надо такое рассказывать, а ты как снег на голову ему вывалила. Одно по одному помер, 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 сто раз уже сказала. Я осторожно поднес чашку к губам, учитывая, что налила девица кипяток, не хотелось бы обжечься. Сделал маленький глоток, чуть не подавился, вода была холодной. Что за... Я уставился на чашку, потом посмотрел на плиту. Да, это фокусы, не обращай внимания. Бабка небрежно махнула рукой. Настя развлекается. Ты слушай, что тебе говорят, вникай. У нас очень мало времени на все эти этапы. Как там ваши психологи говорят, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Ты, Павлуша, сразу к принятию переходи. Отрицать очевидное нельзя, тело чужое, это уже понятно, надеюсь. Я вообще не советую. Настя с виду спокойная. Начнешь тут мебель крушить, может нехорошая ситуация выйти. Торговаться тоже забудь. Меня не надуешь. Где вы учились, я преподавала. Можешь немного в депрессию впасть, минут на пять, а потом все. Потом надо за работу браться. Так что слушай. Да я слушаю, только не понимаю ничего. Так не бывает. Я уставился в одну точку, пытаясь дарить информацию. Ну, знаешь, Павлуша, ты же юрист. Уж тебе ли не знать, бывает так, как быть не может. Кстати, меня Наталья Никоноров назвать. Никаких баба Наташи или чего подобного. Я, видишь ли, благородного роду племени. Да. Значит, теперь ты в нашей организации, так сказать, на полном довольствии. И чем занимается организация, поинтересовался я с опаской. Потому что, честно говоря, представить не могу, какую версию сейчас услышу. Вот. Наталья Никоноровна подняла указательный палец вверх. Наконец перешли к делу. Настя плесни чайку. Во рту что-то пересохло. Блондинка послушно взяла посуду, сыпанула прямо в нее заварки и залила кипятком. Кипятком? Я в изумлении смотрел, как от бабкиной чашки к потолку поднимается пар. Мы, милок, ловим попаданцев и отправляем их по месту назначения, туда, где они и должны быть. Домой. Старуха взяла из рук Настя чай, сделала маленький глоток, а потом зажмурилась от удовольствия. Эх, хорош! Кого ловите, простите? Переспросила я, чувствовал себя дурачком, честное слово. Попаданцев! Они, сволочи, нынче совсем взбесились. Бабка опять поднесла чашку к губам, отхлебнув из нее горячего напитка. Лезут со всех щелей, вот и пришлось штат расширять. Не управляемся прежним составом. Ты, можно сказать, первопроходец. До этого мы обычных людей к себе вот так запросто не приглашали. Наталья Ника норовно оторвалась от своего чая и посмотрела на меня со значением. Видимо, я должен был оценить степень оказанного доверия. Так, хорошо. Попаданцы это те, кто попал в другое тело, так? Вот, молодец ты, Павлуша, бабка расплылась в улыбке. Настя так и говорила, мол, у Лосева самая гибкая психика, его надо брать. Он быстро адаптируется. Не придется потом еще нового сотрудника ловить по всему Советскому Союзу. А то, знаешь ли, как бывает, мы тебя сюда, а ты от нас туда. Наталья Ника норовна сделала неопределенный жест рукой. Указала подбородком в сторону металлических ворот, через которые заезжали. Руки у нее были заняты чашкой, наверное, поэтому в ход пошли другие части тела. Для наглядности. Где ловить? Я снова уставился на бабку, пытаясь понять, при чем тут Союз. Так, по Союзу Советских Социалистических Республик. Территория огромная, у нас Павлуша другого не было. Слава тебе, Господи. И то благодаря нашей работе, а то уже устряпали бы, сволочи. Настя, да чашку-то забери, я два часа ее держу, руки отсохли. Наталья Ника норовна неожиданно переключилась на блондинку, чем опять сбила мне все мысли. Ага, у тебя как же. Тевица в два шага оказалась рядом со старухой, забрала у нее посуду и отошла к буфету. Так, стоп! Сам не заметил, как повысил голос. Зато точно заметила Наталья Ника норовна. Одна ее бровь удивленно поползла вверх, но мне, честно говоря, было сейчас не до оскорбленного самолюбия старухи. Причем тут Советский Союз? Откуда я знаю? Бабка раздраженно фыркнула. Они какого-то рожда именно сюда лезут, понимаешь? Медом им тут намазано или еще чем. Прут косяками. И главное, ну попал ты в прошлое во времена СССР, дали тебе второй шанс. Сиди тихо, сопи в две дырки, исправляй свои личные косяки. Нет, им надо прогрессорством заниматься. Начинают идей неумные толкать. Кто песни чужие за свои выдает? Кто к генсекам на прием рвется? Один вообще хотел Володю грохнуть втихаря, Ульянова. А чего его грохать? Он и сам через год должен был приставиться. Время пришло. И главное знаешь в чем соль? Всем союз подавай. Нет бы, к примеру, Ваньку грозного жизни учили, у того не сорвешься. Разговор короткий. Накол посадил и все, или к Петру Алексеевичу, в болотах город строить. Нет, на готовое приходит. В общем, Павлуша, дел у нас до черта и больше. Наталья Неконоровна откинулась на спинку своего кресла-качелки и посмотрела на меня сарказмом. А трусы-то Павлуша надень. Нехорошо мир без трусов спас. Глава четвертая. О коварных планах, хитрых старухах и разрушенной мечте. То есть мы сейчас реально находимся в Советском Союзе? Данный вопрос я задавал, наверное, в пятый раз. У бабки мне так показалось, начал нервно дергаться глаз от моей настойчивости. Правда, старуха назвала это глупостью, но лично я был категорически не согласен. Сомнение, шок, стресс, чего сразу глупость-то? Павлушка, ты дурачок? ласково спросила Наталья Неконоровна, а потом резко дернула галстук на моей шее, затягивая узел покрепче. Мы же с тобой русские люди и говорим тоже на русском языке. Ты на кое-черт одно и то же спрашиваешь? Тебе может картинками показать, коли слова не доходят или сценку разыграть. Я могу. Во-первых, если вы еще раз назовете меня Павлушей, не посмотрю на возраст. На то, что вы женщина! Наталья Неконоровна окончательно взбесила этим Павлушей. Я без сомнений готов был пообещать ей акт физического насилия в виде рукоприкладства. Хотя женщин не бью. С детства этому учили. Однако данную конкретную с удовольствием стукнул бы, например, чем-нибудь тяжелым по голове. Она специально меня выводит сто процентов, произносит по Волошу определенным мерзким тоном, выговаривает каждую букву. У меня возникло ощущение, ей нравится провоцировать людей. Однако продолжить начатую угрозу я не смог. Серьезность момента была наглым образом испорчена. Кем? Естественно, Наталья Никоноровна. Бабка вдруг закинула голову назад и заржала во весь голос. Это было настолько неожиданно, что от ее громкого хохота, мне кажется, птицы на улице испуганно сорвались со своих мест. Парочка голубей замертво упали на крышу. Сдохнув от разрыва сердца. Грохот точно был, я его слышал. Может не голуби, может вороны, неважно, были бы рядом другие животные, и те бы с перепугу копыта откинули. Просто гоготала Наталья Никоноровна совсем не как пожилая особо женского пола. Она смеялась хриплым басом, периодически похрюкивая. Такое чувство, что в аккуратную старушку. А Наталья Никоноровна Мечта огромная и очень шумная. Слушайте, что смешного не пойму. Я оттолкнул бабкины руки, а потом вообще сделал шаг назад. Посмотрел бы на вас, как бы вы себя повели, если бы оказались не в своем теле. Наталья Никоноровна в одну секунду перестала хохотать. Моментально изменилась, в лице с которого исчезла ухмылка. Посмотрела на меня серьезно, а потом выдала. Ты с чего решил, что я в своем теле. Иди сюда, до ума дело доведу. Она снова подошла близко и принялась колдовать с галстуком. Странная все-таки особа. Точно говорю, психованная. То ржет, как молодая кобылица, то опять стала нормальной. Условно, конечно, нормальной. С точки зрения адекватности нормального в ней нет ни грамма. Вообще нарочитость в поведении Натальи Никоноровны лично мне казалась подозрительной, будто старуха вовсе не такая, какой пытается себя изобразить. На самом деле она гораздо умнее и опаснее, причем опаснее значительно больше, чем умнее. Не смешно, просто уточнил, действительно ли мы в Советском Союзе, на всякий случай. Коротко бросил я бабки в лицо и задрал подбородок повыше. Пока она мне этот дебильный галстук на рот не повязала. Факт переноса в прошлое поразил меня сильнее всего. Да. И что? Не каждый день такое происходит. Причин для столь бурного веселья не вижу. Умрешь с тебя, Павлуша. Чужое тело тебя не смущает, а Союз прям поперек горла встал. В нем в родимом где же еще? Как бы мы тогда нужных индивидов искали? Да откуда я знаю? Мы же люди в черном. Может у нас специальное оборудование имеется? Радары, навигаторы, штуки эти для стирания памяти, например. Кто? Руки Натальи Никаноровны замерли прямо на моей шее. Кто мы? Это он фильм вспомнил. Настя подняла голову от разложенных перед ней на столе карты посмотрела на нас со старухой. Там главные герои инопланетян ловили. Был популярен в конце 90-х годов этого века. Инопланетян! Вот ведь! Чего только не придумают! Слышишь, Настасья, инопланетян! Бабка насмешливо фыркнула, обдав меня запахом корицы в перемешку с табаком. От нее постоянно исходил этот странный аромат. Вернее, смесь ароматов. А память, если что, и без всяких специальных штук стереть можно. Вон, доской покрепче по затылку огреть всего делов. Сразу в голове пустота образуется. Это я тебе точно говорю. Наталья Неконоровна наконец закончила. Отстранилась, наклонила голову к плечу, изучая итог своих трудов, кивнула и довольно прищелкнула языком. Нет, ну хорош, красавчик. А жаловался, вещи тебе дюжи немодные. Да ты по нынешнему времени самый модный товарищ в районе будешь. Еще девок придется отгонять. Я поправил галстук, который бабка секунду назад затянула в аккуратный узел. Имелось весьма серьезное опасение, что он меня задушит к чертовой матери. Никогда не носил ничего подобного. Чувствую себя, как собака на поводке. Честное слово. А год сейчас какой? Снова спросил я бабку. С гораздо большим удовольствием вел бы диалог с Настей. Она явно более адекватная, но девица опять склонилась над столом, внимательно изучая карты. Блондинка вообще на фоне старухи выглядела удивительной молчуней и скромнягой. По мне идеальная женщина, мало того красивая, так еще говорит очень мало. Все по делу. Наталья Никаноровна мой вопрос проигнорировала, сделала вид, что не услышала. Ну ладно, я все равно узнаю. Уверен, нет никакой тайны. Бабка снова развлекается, проверяет на прочность мои нервы. Повернулся спиной, выкрутил голову на 180 градусов и уставился в зеркало. Пытался понять, не выгляжу ли я в костюме как клоун. Особенно раздражал разрез на пиджаке в самом низу спины. Не понимаю, зачем он там. Стиль, прямо скажем, вообще не мой. Пиджаков никогда не носил. В конторе на это смотрели лояльно, никто не требовал от нас строгих костюмов. Тем более на мне они выглядели как на коровье седло. Зачем людей смешить? Хотя, думаю, о шмотках нужно переживать в последнюю очередь. Сейчас не только стиль, сейчас все не мое. Кстати, бабка оказалась права насчет гибкой психики. После ее рассказа я потупил буквально минут десять. Ровно столько времени ушло у меня на то, чтобы принять новую действительность. Как там говорят? Король умер? Да здравствует король! Да и черт с ним. В любом случае, я жив. Не важно как. Не важно почему. Жив. Это уже хорошо. К тому же работенка меня ожидает похоже интересное. Я, кстати, раньше часто думал, будто живу не своей жизнью. Вся эта рутина вроде хорошо устроился. Жаловаться не на что, а вот иногда казалось чужое все, постороннее. Настя, если честно, угадала верно. В сложившихся обстоятельствах мое воображение настойчиво рисовало героев старого фильма про спецагентов, которые спасали мир от засилия инопланетян. Впереди меречились приключения и удивительные возможности. Тут, конечно, инопланетян нет, тут обычные попаданцы. Но, с другой стороны, так даже лучше, сюрпризов можно не ожидать. В этот момент моих размышлений бабка вдруг громко хохотнула себе под нос, ухмыльнулась, посмотрела на меня и покачала головой. Я снова заподозрил, не читает ли старая леса мои мысли. По идее, я не должна, это невозможно. Но, с другой стороны, по идее, и меня тут быть не должно, особенно в таком виде. Я прищурил глаза и уставил с Наталью Никаноровну, мысленно обзывая ее не самыми приятными словами. Решил, если реально умеет мысли читать, выдаст себя. То, что я думал, вслух стыдно сказать. Однако, бабка, как ни в чем не бывало, принялась перетряхивать содержимое своей сумочки. Она что-то там искала. Я плюнул на попытки уличить Наталью Никаноровну в чтении мысли и снова задумался о своей новой жизни. Теперь понятно, что за прикол был с машиной. Конечно, она чисто внешне древняя. На самом деле навороченная тачка специальных агентов. Я даже начал испытывать некоторое возбуждение. В плане эмоций, конечно. Не терпелось быстрее приступить к работе. Представлял, как мы с блондинкой мчим по ночному городу на черной тачке. Я в окно стреляю преступнику вслед. Потом Настя восхищенно смотрит мне в глаза, ну и ясное дело, мы занимаемся бурным сексом прямо там, в машине. Наклонил голову, изучая в зеркале отражение блондинки. Нет, девка все-таки удивительно привлекательная. Мы будем хорошо смотреться вместе. Появилась мысль оттопырить указательный палец вверх, изобразив пистолет согнуть руку в локте и посмотреть, как я буду выглядеть с оружием. Мне его правда пока никто не предлагает, но думаю, оно должно быть. Пользуясь случаем и наличием зеркала, которое висело на одной из дверей шкафа с внутренней стороны, в очередной раз принялся оценивать новую доставшуюся мне личность. Ну, наверное, даже вполне сойдет. Рост плечи подтянутая фигура нормально. Да и физиономия тоже ничего. Брутальная можно сказать. Я, конечно, теперь старше, как и думал, около сорока, но, с другой стороны, срок жизни станет гораздо дольше. Если меня бабка ухитрилась из одного тела в другое переселить, выходит, так можно до бесконечности. Год сейчас, Павлуша, 1959, месяц, июль, выдала вдруг Наталья Неконоровна. Хотя до этого изображала приступ внезапной глухоты. И, кстати, ты не думай, будто работа тебе предстоит легкая. Заставить попаданца признать, что он попаданец, поверь, вообще непросто. Они за второй шанс цепляются крепко, на все готовы, чтобы выскользнуть из наших рук. Охренеть, поверить не могу, я потянул узел галстука вниз. Душит, сволочь, сил нет никаких. Зачем цепляться, мы же их домой возвращаем, неужели жизнь в Советском Союзе, где нет интернета, нормальных условий, нет того уровня инфраструктуры, как в современном мире, гораздо лучше привычного существования? Наталья Никаноровна пожала плечами, мол, сама не в курсе. Но я успел заметить, прежде чем старуха отвела взгляд, там в этом взгляде мелькнуло нечто странное. Легкое смущение. Так бывает, когда человек врет или утаивает не самую приятную правду. Брось, грабли убери свои. Бабка в два шага подскочила ко мне и шлепнула по руке. Я тут красоту ему вязала, а он... Она поправила галстук и снова замерла рядом, любуясь результатом. Оказалось, из нас троих завязывать галстуки умеет только старуха. Сначала я пытался сам, но в итоге реально чуть не задушился. Потом пробовала Настя, получилось, как в расхожем выражении черт знает что и сбоку бантик. Причем в буквальном смысле этого слова. В конце концов, вдоволь повеселившись над нашими мучениями, к делу подключилась бабка. У нее все вышло ловко и красиво. Теперь на мне был костюм темно-коричневого цвета, светлая рубашка, черные туфли и галстук. Все уморилась. Настя, давай введи Павлушу в курс дела. Наталья Неконоровна отошла в сторону, а затем вообще вернулась в свое любимое кресло. Уселась в него, вытянула ноги и демонстративно прикрыла глаза. Так, блондинка поманила меня к столу. Чего стоишь, как неродной, иди сюда. Она раздвинула бумаги и оперлась ладонями о край стола. Я приблизился. Это действительно были карты городских улиц, разрисованные кружками и звездочками. Значит, смотри, вот тут девица ткнула пальцем в один из кружков. Два дня назад обнаружена активность. Это означает, принесло нового попаданца, место дворец культуры. Точнее определить не смогла. Предположительно, кто-то из театральной труппы. Всплеск энергетической активности произошел во время их репетиции. При ДК имеется свой актерский бомонд. на самом деле, конечно, всего лишь кружок по интересам, но они мнят себя настоящими служителями искусства. Каждую пятницу спектакль, в ДК есть еще кружок по шахматам, изобразительное искусство и живопись, хор, танцевальный коллектив. Однако эти все отпадают, их в тот момент в здании дворца не было. Труппа не особо большая, состав десять человек вместе с режиссером и его помощником. Так, подожди. Я положил руку прямо на плечо блондинки. Она тут же скосила взгляд на мою конечность, потом выразительно посмотрела мне в глаза. Пришлось убрать. Настя явно пока не готова к бурному сексу в машине. То есть кто именно попаданец неизвестно. Его личность, имя, другие данные, что-то конкретное может быть. Конечно неизвестно, блондинка посмотрела на меня с таким выражением лица, будто я удивительную ересть спросил. Поверь, никто после перемещения не бегает по улицам с криками «Помогите, люди добрые, подскажите, как вернуться в свое время!» Обычно первый шок отпускает через пару часов, иногда быстрее. Потом попаданец включает мозг и приходит к выводу «Ему фантастически повезло! Он знает, что будет через определенное количество лет. Соответственно, имеет шанс стать богатым, знаменитым и, возможно, даже получить настоящую власть. Вот тут начинаются сложности. Так, а в чем проблема?» Я обернулся и посмотрел на бабку. Она по-прежнему сидела в кресле с закрытыми глазами. «Да и пускай человек пробует изменить свою жизнь!» «Свою? Ты смеешься?» Настя покачала головой. «В том-то и дело!» Им своей жизни мало, они в общий ход событий лезут. Ни при каких условиях нельзя этого делать, нельзя менять то, что должно произойти. Почему?» Я искренне не понимал, в чем проблема. «Ну, попал, чувак, в прошлое, это ведь уже прошлое, пусть делает, что хочет». «Потому!» рявкнула вдруг со своего кресла Наталья Никаноровна. «Сказали тебе нельзя, че ты прицепился? Иди лучше попаданца ищи, помощничек, нанялись себе дармоеда». Отличный план насчет поисков. Готов приступить прямо сейчас. Есть только небольшое «но». Вот Настя. Я махнул рукой в сторону блондинки. Она говорит, что не знает, кто именно попаданец. Как нам его искать? «Не нам, а тебе!» снова раздражена. «Тебе, Павлик, надо его найти среди этих, прости господи, актеров. А уж потом мы подключимся, когда придет время отправлять нашего шустрого зайчика-побегайчика домой». «Вот вы молодцы, конечно». «И как я его найду? Что ж мне бегать по этому дворцу культуры, за руки всех хватать и спрашивать, не попаданец ли он?» «Нет, Павлик, так не надо. Иначе мы замучаем ведь здесь сейчас из тюрьмы проще выйти, чем от мозгоправов вырваться. Ты думаешь, нам зачем человек был нужен? Именно для этого, чтобы, так сказать, мог внедриться. И бегать никуда не надо. Ты теперь директор этого ДК». Наталья Неканоровна закончила свою речь, а затем посмотрела на меня с выражением торжества. Гордо посмотрела. «Типа, я сейчас должен был сильно обрадоваться событий». А я вот ведь неожиданность совсем не обрадовался, потому что в данную секунду растворялись в воздухе туманной дымкой моей мечты о погоне, скоростной тачке и блондинке, которая должна мной восхищаться. Как можно восхищаться директором Дворца культуры? И какая погоня у нас может быть? Никакой. Видимо, по моему лицу стало понятно. Я не то, чтобы не впечатлен, я сильно разочарован. Бабка моментально сделала правильные выводы. Сообразила, что вместо благодарности с моей стороны получит совершенно другое. Она резко упала головой на грудь и в секунду захрапела, тщательно выводя рулады. Типа, ее здесь нет. «Хватит! Я знаю, что вы не спите. Достаточно этот цирк устраивать. какой к черту директор? Мы не договаривались, что в новой жизни я буду каким-то сраным директором какого-то сраного дворца культуры. Это нечестно!» Наталья Наталья Никаноровна сразу перестала заниматься ерундой и даже выпрямилась, глядя на меня с досадой. Никакого покоя. «Самый обычный директор. Он, видишь ли, вчера помер внезапно. Сердечко тоже подвело». «Таааак...» Я крест-накрест сложил руки на груди, подошел к бабке и замер напротив, испепеляя ее гневным взглядом. По крайней мере, очень старался, чтобы взгляд был гневным. «И как вы это себе представляете? Вчера умер, а сегодня пришел обратно? Сам своими ногами? Да меня с порога сразу раскусит. Кто поверит в чудо воскресения? Сами говорите на дворе 1959 год». «Не раскусят, Павлик». Наталья Никаноровна заметно оживилась. Наверное, ее вдохновило, что я перестал возмущаться самим фактом своей дебильной должности и перешел к обсуждению деталей. «Ты главное ходи и ругайся. Можешь даже крепкое словцо вставлять в каждое предложение. По сторонам смотри сурово. У Папла Митрофаныча характер был сильно несахарный, плохой характер. Да и человек он, прямо скажем, редкостное говно, поэтому с расспросами никто приставать не будет. Его жуть как в ДК не любит, бывший военный, которого занесло на эту должность по роковому стечению судьбы. Пару раз обматеришь их и все». «Павел Митрофанович?» переспросил я старуху. «Ага, Павел Митрофанович Голобородька, это ты, имя Павлуша самая серьезная зацепка. На имени вся легенда развалиться может. Представь, если ты каждый раз будешь откликаться на Василия, при том, что соответственно легенде тебя вовсе не Василий зовут, Айван. Ерунда получится. Поэтому был Павлом, Павлом и остался». «Хорошо, я понял, все уже решено и продумано за меня. Спорить смысла нет. Да и не в тех условиях нахожусь, чтобы диктовать свои правила. Как меня старуха в этого Голобородька поселила, так и обратно может выселить. Работников Дворца культуры я обматерю, это не проблема. А больница, а морг, с этим как быть? У них, между прочим, труп сбежал. Они ведь директора привезли с инфарктом или с чем там». «Это Павлик не твоя проблема». Старуха радостно улыбнулась. «Тут мы с Настей поработаем, все решат, будто произошла ошибка. Врачебная. Ты оказался жив, очнулся, обматерил персонал и ушел. Вот такая версия будет у них в головах. Главное по Дворцу культуры ходи и одно по одному повторяй. Ядрить твою козлину или «Ебте мать!» любимое выражение Павла Митрофановича это. Ну все, блондинка наконец вмешалась в наш разговор. Обсудили? На улице утро наступило, ехать надо. Два дня прошло, там у попаданца уже какой-нибудь охренительно тупой план имеется. А мы до сих пор не знаем, кто он. Пока вы тут сретесь, этот товарищ нам нагадит так, что не разгребем». Настя высказалась, зыркнула сначала в мою сторону, потом на Наталью Никаноровну и проскользнула мимо нас к машине. Я, понимая, что процесс пошел его не остановить, двинулся следом. Похоже, мы приступаем к активной фазе нашей операции. Глава пятая. О сложностях и трудностях работников культуры. Коммуналка это хорошо. Это суета, колгота и много людей. С одной стороны, конечно, и внимания много. Не без этого. А с другой, как говорят, у семи ненек дитя без глазу. На тебя в коммуналке смотреть будут все, но при этом ни один не увидит правды. Хорошо спрятано то, что лежит на виду. Знаешь, я вообще не удивлен тому, что в период расцвета коммуналок многие граждане стучали друг на друга. Потому что любого из нас поселив коммунальную квартиру, рано или поздно появится желание написать донос. Или убить кого-нибудь. Ходят, нас и везде суют, но в реальности просто собирают сплетни друг о друге. Настя перевела дух, замолчала, повернулась и посмотрела мне в глаза. Она сидела за рулем, а я рядом, на пассажирском сиденье. Наверное, с моей стороны предполагался какой-то ответ, однако ответа не было. Потому что слов приличных тоже не было. Я пять минут назад узнал чудесную новость. Павел Митрофаныч живет в коммуналке. Твою ж мать! Все, что представляло своей новой работе, накрылось медным тазом. Какая к черту романтика приключений может быть у человека? который трудится в местном дворце культуры, является бывшим военным и занимает одну комнату на хрен знает скольки. А завтракать выходит на общую кухню под зоркими соседскими взглядами. Про туалет и душ даже думать не хочу. Как быть крутым героем в таких условиях? Среди кучи посторонних людей, наряженных в халаты и треники, с загадочным видом за барную стойку. Не имеют советские кухни барных стоек. Мартини с оливкой не нальешь. С Мартини тоже не задалось. Коронную фразу известного агента, от которой все женщины падают к его ногам, не произнесешь. Да и скажем прямо, я Голобородько, Павел Голобородько, звучит вообще не похоже на я, Бонд, Джеймс Бонд. В общем, насыщенный приключениями, адреналином и опасностью жизни можно благополучно забыть. Меня снова ждет рутина. Отличие лишь в том, что основная цель вычислить человека, которого здесь быть не должно. Даже основную работу по отправке нарушителя домой выполнят Наталья Никонуровна и блондинка. А я так. Подай, принеси. В данную минуту мы с Настей сидели в тачке, изучая вход в здание Дворца культуры. Это и есть моя новая реальность, а то понадумал себе черт знает чего. ДК выглядел так, как, наверное, должно выглядеть данное место в данном времени. Уныло, скучно, тоскливо. Перед зданием, выкрашенным в светло-розовый цвет, виднелись несколько клумб и скамейки. Сбоку от крыльца стоял большой деревянный щит на двух ногах. Щит имел гордую надпись «Тоска информации». Видимо, здесь вывешивают афиши, новости и портреты отличившихся. Учитывая раннее время для посторонних и позднее для сотрудников, на улице возле ДК было пусто. «Ты всех хорошо запомнил?» спросила Настя последние десять минут, расписывавшая прелести коммунальной квартиры. Она очень старательно пыталась меня убедить, что всё на самом деле не так страшно. Использовала образные сравнения, народные поговорки, крылатые фразы и своё природное обаяние. Ни черта из этого списка не помогло. Я по-прежнему пребывал в унынии. «Хорошо запомнил, не переживай». Я с тоской смотрел на порожки. Они вели туда, где мне сейчас предстоит оказаться. Диалог между нами шёл о людях, с которыми придётся столкнуться и среди которых буду искать нарушителя. Пока ехали к месту назначения, блондинка вывалила на мои колени стопку фотографий. Это были сотрудники Дворца культуры в общем и актёрского кружка в частности. Я должен их хорошо изучить и запомнить, хотя бы чисто внешне. Естественно, сделаны снимки в отвратительном качестве. Не знаю, как можно запомнить тех, кого я и разглядеть толком не могу. Мало того, фотографии чёрно-белые. Так ещё лица у всех словно они поголовно пристукнутые пыльным мешком. «Имена, фамилии, особенности характера? Вопросов нет?» Блондинка очевидно нервничала. «Ты, Павел, не психуй, но мы действительно впервые подключаем к операции постороннего человека. Обычного». Заодно только обращение Павел после бабки с её Павлушей я был готов любить эту девицу до конца жизни. Правда, надеюсь, не своей жизни. И если что, блондинка психует явно гораздо сильнее меня. «Более логично, если я начну её успокаивать». Настя отвлёкся от ДК и уставился на свою напарницу. «Ты ведь нормальная, адекватная, в отличие от Натали Никоноровны. Не выноси мозг, а? Кстати, откуда сама? Тоже из моего времени?» Блондинка вдруг слегка смутилась, а потом вообще невнятно ответила какую-то ерунду. «Я может заострил бы внимание на её поведение, но в этот момент к центральному входу дворца культуры пронеслась ураганная особа лет тридцати пяти. Она размахивала руками и на ходу что-то громко высказывала в воздух. Женщина явно репетировала гневную речь. Даже каблуки её туфель цокали по дороге с раздражённым звуком. «Вот, супруга Ласточкина. Ты вчера поддержал режиссёра в кои-то веки. Обычно лаетесь, как два кобеля на одной территории. Ласточкина, этого абсолютно бездарного товарища вы совместным решением исключили из группы». «За что?» Я попытался вспомнить фотографию человека, о котором появился образ светловолосого мужчины с лохматыми волосами и круглыми совинными глазами. «Он, как бы это сказать, знаешь, есть такие люди, у которых всё через одно место». Вот Леонид Пахомович Ласточкин из их числа. По-хорошему ему бы сидеть в одном месте, молча, не ходить, не говорить, ничего не трогать, потому что как только он ходит, говорит и трогает, постоянно что-то случается, но не с ним, а с окружающими». Он вообще работает в местном музее, они и все где-то работают. Театральный кружок их фанатичная страсть, культурно проводят досуг, воплощая свои нереализованные мечты, ну и представляют город на различных мероприятиях. Партийное руководство благоволит этому сборищу творческих личностей, считающих себя гениями. «Понял, этот Ласточкин, он может быть нашим попаданцем? Они все могут». Настя нахмурилась. «Каждый». «Поэтому не доверяй своим глазам, отталкивайся от интуиции, чутья. Ищи мелкие нестыковки. Обычно их выдает незнание бытовых особенностей времени». «Ну да, у меня женюх, как у собаки. Глаз, как у орла». «Ты разочарован?» Блондинка не задала вопрос, она констатировала факт. Я пожал плечами, но отвечать не стал. Зачем говорить о том, что и без того очевидно? «Ну, иди, Павел». Настя протянула вдруг руку и погладила меня осторожно по плечу. Одними лишь пальцами. «Будь осторожен. Ему терять нечего, он сделает все, чтобы остаться здесь. Сам ничего не предпринимает. Твоя задача найти объект. Все, остальное мы завершим сами. Хорошо?» Я сжал своей рукой ладонь блондинки, внимательно посмотрел ей в глаза, а потом молча вылез из машины. Не обернувшись, прямой наводкой направился к зданию ДК. Мне показалось, это соответствует ситуации, придает ей нотку драматизма. Хоть таким образом почувствовать себя героем. Конечно, было бы лучше, если бы после нашего рукопожатия блондинка упала мне на грудь и залилась бы слезами. На этом этапе на своих фантазий я сбавил обороты, потому что схорена ли ей рыдать? Она же не сумасшедшая устраивать истерики до того, как что-то произошло, а не после. Вот если бы, например, я пострадал в стычке с нарушителем... Черт! А как пострадал? Ранили меня, что ли? Пришлось снова придержать коней своего неумного воображения. Нет, не надо, чтобы пострадал. Не знаю, насколько это тело казенное. Теоретически Голобородька уже умер, но практически Голобородька это теперь я. Обойдемся без цен с моим ранением. Не настолько мы еще с блондинкой близко знакомы, чтобы я ради сомнительной перспективы потрогать ее руками в момент объятий заимел себе непредусмотренные заводской сборкой дыры, например, от огнестрельного ранения или от ножа. Нет, от бандитской пули было бы круче. Интересно, почему и Наталья Никоноровна, и Настя несколько раз уже сказали, что иметь дело с попаданцами в некотором роде опасно. Пока размышлял, приблизился к крыльцу, поднялся по ступенькам и открыл тяжелую деревянную дверь с большой ручкой, украшенной сверху и снизу набалдашниками. На входе в кабинке сидела женщина лет шестидесяти, баба Маша. Настя сказала, ее все зовут именно так. Тетка это вахтерша. Выдает ключи от кабинетов, отмечает сторонних посетителей, ведет контроль за временем прихода и ухода. Кабинка была сделана наполовину из стекла, поэтому, едва я переступил порог, баба Маша сразу меня увидела. А я, что вполне логично, увидел ее. Дальше последовала вполне ожидаемая реакция. Еле сдержался, чтобы не засмеяться, честно говоря. Просто вахтерша в момент моего появления решила перекусить. Она положила в рот печенье и собралась его жевать. Данное действие совпало с тем, что в здание Дворца культуры вошел только вчера почивший директор. Одновременно я и печенье в жизни бабы Маши существовать не могли, потому как, между прочим, она своими собственными глазами видела сейчас человека, которого меньше суток назад увезли из ДК в больницу после скандала с товарищем Ласточкиным. А потом вообще пришло известие о трагичной преждевременной его кончине. По крайней мере, Настя сказала, ситуация с Ласточкиным и была причиной приступа у голоборотика. Вахтерша смотрела на меня шалевшим взглядом. Она не дышала и не моргала. Печенье сползло по нижней губе ее открытого рта и шлепнулось на журно посещений. Баба Маша подняла одну руку, а потом медленно перекрестилась. «Епте мать!» рявкнул я сурово сведя брови. «Если просто поздороваться начнутся вопросы, знаю я вахтерш. Это прародительницы консьержек, им все надо знать. Во все надо сунуть свой нос, а я пока говорить и отвечать не готов». Поэтому, высказавшись любимым словом директора, проскочил мимо Бабы Маши в сторону поворота, который вел к кабинету режиссера. Схему здания, нарисованную Настей, можно было не вспоминать. Я и так понял, куда надо двигаться, туда, где раздаются крики. Видимо, супруга Ласточкина добралась до режиссера актерского кружка и теперь выясняет, что за тварь обидела ее благоверного. Я осторожно подкрался к двери, за которой шло настоящее побоище, интеллектуально разговорное, конечно. До применения физической силы пока вроде не дошли. Вы... надрывался женский голос. Как вы могли выгнать Леню? Леня талант! Он в музее лучший работник! Знаете что, Марина Эдуардовна? мужской голос выговорил имя и отчество посетительницы по буквам. Может, в музее ваш Леня и лучший работник, но здесь, в месте, где царит Мель Помена, от вашего Лени одни проблемы. Я пью пилюли горстями, у меня на голове уже появилась лысина. Вот! Посмотрите! Женские каблуки процокали из одного угла кабинета в другой. Следом раздался топот мужских ног. Видимо, режиссер пытался догнать гражданку Ласточкину, дабы показать ей приобретенную лысину наглядно. Ласточкина, похоже, никаких лысин смотреть не хотела и на провокацию врага не поддавалась. О-о-о! Как низко! Как подло оговаривать человека в его отсутствии! Супруга изгнанного из трупа актера заголосила так, что я невольно отпрянула двери. Даже через эту преграду ее слышно было так, будто она кричит свои обвинения мне прямо в ухо. За глаза! Режиссер возмущенно фыркнул, как заправская лошадь. Да я все это говорил ему неоднократно! Леонид Пахомович не приспособлен к тому, чтобы выучить текст, хоть какой-нибудь! вы знаете, что в пьесе про пограничников вместо «Я отличный певун и плесун»? Он радостно и громко прокричал на весь зал «Я отличный писун и плевун!» А у нас, между прочим, на премьере были товарищи из соседней области, важные товарищи! Ну и что? Ну и что я вас спрашиваю? Человек просто оговорился! Даже великие актеры МХАТа могут допустить нечто подобное на сцене! Разве они не люди? Супруга Ласточкина выкрикивала слова с таким пафосом, что я на месте режиссера точно позвал бы ее в труп на освободившуюся вакансию. Женщина явно склонна к театральщине. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- в моменты, когда имеются уши, к которым ничего подобного нельзя слышать, и глаза, к которым ничего подобного нельзя видеть. Вот, к примеру, в пьесе про советских ученых мы доверили Ласточкину роль секретаря партийной организации, и что? Вместо текста. Зачем же так огульно ахаивать? Он произнес. Зачем же так огульно ахуевать? И знаете, кто в этот момент присутствовал на спектакле? Секретарь партийной организации нашего города. Мы чудом избежали серьезных последствий. Но каким путем? Коллективно договорились и повторяли одно и то же. Мол, товарищу Саччин, Саччикову это померещилось. Послышалось. Ну, знаете, просто вы никчемный руководитель. Раз уж стало понятно, что Леня может вот так невзначай оговориться, давайте ему роли без слов. Все талантливые режиссеры смотрят своих актеров. Неужели? Вот спасибо, что подсказали. Представляете? Я давал ему роли без слов. Да. Он должен был в одной из постановок просто выйти на сцену, молча посмотреть в зал и уйти за кулисы. Это, между прочим, была роль Ильича. Роль образная. Символ того, что Ленин жил. Ленин жив. И Ленин будет жить. У Леонида Пахомовича, как вам известно, длинные вьющиеся волосы. Соответственно, на спектакле мы ему надели шапочку-лысину. Роль, как вы говорите, без слов. И что получилось по итогу? Идет спектакль. Тут Ленин выходит на сцену, снимает кепку и вместе с ней лысину. Минута тишины. А потом фраза. Конспирация, господа! Думаю, можно не уточнять, кто произнес эти слова. Ну вот, он выкрутился из сложной ситуации, не рассеялся. Чем вы недовольны? Как говорит великая актриса, очень тяжело быть гением среди козявок. Вот Леня! Он гений! Ах, вот как! А мы тут, значит, все козявки! Верно я понимаю! И режиссер и супруга Ласточкина уже просто орали друг на друга во весь голос, не стесняясь. Я понял, ситуация накаляется. Мне пора появиться и прекратить этот скандал, пока он не перешел в мордобой. Судя по всему, режиссер не менее эмоционален, чем гражданка Ласточкина. А гражданка Ласточкина без зазрения совести способна вцепиться режиссеру в лицо. Я поднял руку и постучал громко, со всей силой, костяшками по двери. Затем ударил кулаком. В таком шуме вообще, наверное, надо было долбить ногами. Потом подумал, на кой черт я это делаю. Бабка же сказала, у директора ДК отвратительный характер. Он все время только ходит и орет. Периодически матом. Его ненавидят именно за такое поведение. А тут вдруг скромно и тактично стучит в дверь. Бред получается. «Кто?» — гаркнул режиссер из кабинета. «Никого нет!» Наверное, он хотел, чтобы нашлись свидетели, которые потом подтвердят, что своими глазами видели, как режиссер душит супругу Ласточкина. «Директор! Товарищ Голобородько!» — ответил я. «Решил, теперь уж надо отвечать. Ситуация глупая. Если молча борьбусь в помещение, буду выглядеть не только плохим человеком, самодуром и грубым воякой, но еще и сумасшедшим». «Тем более нет никого!» — ответил режиссер. И только потом до него дошло, что в кабинет ломится мертвый человек. Он громко охнул, и за дверью наступила гробовая тишина. Я понял, придется все делать самому, и потянул створку на себя. Глава шестая. О живых трупах и приближающейся грозе. Впервые я в полной мере понял, что означает выражение «немая сцена» и как она вообще выглядит. Когда переступил порог кабинета режиссера, случилось именно это. Причем сцена была настолько немая, что мужик, лет сорока пяти застыв посреди комнаты, стоял с вытаращенными глазами, открывая и закрывая рот. Как рыба, которую выкинули на берег, ей-богу. У него было настолько смешное выражение лица, что я чуть не расхохотался. Еле сдержал порыв. Было бы совсем уж ни к чему сейчас исполнять такие номера. На расстоянии метра от него замерла та самая дамочка, которая пробежала мимо нас с блондинкой, когда мы сидели в машине. Видок у нее был тоже весьма забавный. Надо признать, при ближайшем рассмотрении дамочка оказалась чрезвычайно интересной. Напомнила мне одну американскую актрису в молодости. Элизабет Тейлор, кажется. Не особо силен в этих звездах Голливуда столетней давности. Просто как-то пару раз попадались мне фильмы с ее участием по телеку. У гражданки Ласточкиной в наличии имелись такие же темные локоны и синие глаза. Не голубые, не серые, даже не зеленые. Именно синие. И черты лица с претензией на благородность. А еще формы. Вот ее формы привлекали внимание в первую очередь. Я даже слегка завис, уставившись на выдающиеся достоинства этой дамочки. Если верить словам Насти, что Ласточкин удивительная раздолба и простофиля, совершенно непонятно, зачем ему нужна столь интересная женщина. К тому же, вон как Марина Эдуардовна рванула на защиту оскорбленной чести супруга. Этакая декабристка советского разлива, которая за мужем и в огонь, и в воду. П-П-Павел Митрофанович выдал, наконец, режиссер. Он вдруг начал заикаться, хотя до этого в споре с Ласточкиной был очень даже красноречив. А теперь два слова выговорил с трудом. Я узнал его физиономию, видел совсем недавно на фото. Один в один, кстати, так что в случае с режиссером не качество снимков подкачало, а природа. Она решила, видимо, зачем человеку приличное лицо. Пусть просто будут глаза, рот и нос, а с остальным уж как получится. Ах, да, еще уши. Огромные оттопыренные, напоминающие два пельмени, которые зачем-то прилепили к лохматой голове. Что тут происходит? Почему крик стоит на весь дворец культуры? Я максимально сурово сдвинул брови и посмотрел на Матюшу Сергеевича. Так звали режиссера. Матюша. Всегда подозревал, что у этих творческих личностей в башке творится черт знает что. Это надо же так свое имя исковеркать. Но... вы... вы... ведь... Матюша, которому на минуточку под сраку лет, закатил глаза вверх и посмотрел на потолок. Наверное, он намекал на то, что директор ДК должен быть где угодно, но только не среди добропорядочных граждан. А если более точно, то находиться директору надлежит в морге, как вполне приличному умершему человеку. Потому что шляться по городу, когда ты умер, это точно неприлично. Мы вас вот хранить собрались. В столовой заказали торжественный ужин, чтоб отпраздновать. Ой, то есть проводить, ну, в последний путь. Завтра вроде. И все уже готовить начали. Валентина Егоровна речь пишет с самого утра. Плачет, но пишет. Вы же знаете, Валентина Егоровна, она всей душой вам предана и... телом. Ну, то есть... Режиссер окончательно сбился и замолчал. Я же напряг извилины, вспоминая, кто такая Валентина Егоровна. Если не ошибаюсь, по сведениям, полученным от блондинки, речь сейчас идет о заместителе Голобородько по хозяйственной части. Настя упоминала эту Валентину Егоровну с усмешкой. А когда поинтересовался, что ее так радует, ответила, мол, сам пойму, увидев данную особу воочию. На фото обычная женщина лет сорока. Возраст определил приблизительно, все по той же причине. Снимки были такого качества, что там насчет половой принадлежности большие вопросы. Не говоря об остальном. О, как! Я шагнул к режиссеру, наклонился совсем близко, а потом рявкнул. А ну-ка дыхни! Пил? Пил, скотина? Кого хоронить? Меня? Я что, похож на труп? А ну, потрогай! Ткни пальцем! Я схватил руку режиссера, а потом его же рукой ударил себе по предплечью. Мне почему-то казалось, отставной военный самодур должен вести себя именно так. Причем, судя по реакции Матюши, мои представления были верны. Точно, пил, сволочь! Дыхни, говорю! Продолжал я наступать на Матюшу, не давая ему опомниться. Режиссер вырвал свою конечность, а затем попятился назад, маленькими крошечными шажочками. При этом он начал дышать в обратную, противоречащую человеческой физиологии сторону. Серьезно. Внутрь себя. Как режиссер ухитрялся это делать, не понимаю. Но Матюша вдыхал воздух носом, а обратно не выходило ни черта. Никак. Нет. Вы что? Как можно? Мы же договорились. Не принимал уже больше недели ничего такого, исключительно чай индийский. А-а-а-а. Я отстранился и посмотрел на него сверху вниз. Гляди у меня. Хоронить он собрался. До тебя самого! Я сжал обе руки в кулак, поднес их друг к другу, а потом изобразил жест, будто выкручиваю шею режиссера. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Матюша, глядя на мою пантомиму, громко сглотнул. Видимо, слова директора ДК редко расходились с делом. Лицо у режиссера стало снова испуганным. — А вам чего, гражданочка, требуется? Что-то не припомню вашей физиономии в списке наших сотрудников. Я переключился на Ласточкину. Марина Эдуардовна, пребывавшая в состоянии оцепенения, сначала не поняла, кому адресован этот вопрос. Она стояла молча и пялилась на меня круглыми глазами. Однако при этом не забыла выставить одно бедро чуть вперед. Видимо, появление мужчины, который выглядит всяко приличнее Матюши, сыграло в этом немаловажную роль. — Вас спрашиваю, дамочка! Я нахмурился еще больше, дабы не показывать виду, что манипуляции Ласточкиной были мной замечены. — А? Кого? Меня? Она вздрогнула и оглянулась через плечо, подозревая, видимо, что в комнате находится еще кто-то. Посмотрела с сомнением на портрет Станиславского, которым была украшена стена, сообразила, других дамочек кроме нее в кабинете не имеется, а потом снова уставилась на нас с режиссером. — Нет, ядрит твою козлину! Меня! Я так старательно изображал из себя настоящего голоборотика, хама и грубияна, что у меня в висках взломило от усердия. Слишком активно хмурился и играл бровями, но зато в роль вжился отлично. Подумал, может, стоит еще во время ходьбы приволакивать ногу, но почти сразу эту идею отмел. Подобных указаний не поступало, обойдемся без импровизации. Хотя смотрелось бы весьма колоритно. Я вообще от происходящего начал получать некое удовольствие. Может, на самом деле, все предыдущие годы в моей размеренной жизни именно этого и не хватало? Приключений, адреналина, авантюризма? — Вас... но вы же... в некотором роде... мужчина? Марина Эдуардовна растерянно моргнула. — В этот момент я понял. Гражданка Ласточкина. Красивая женщина по всем канонам. В ее случае как раз вселенная от души насыпала по запросу внешность и совсем не вспомнила про запрос мозги. Вот тут все правильно, привычно. Просто время, проведенное в обществе Настя, оставило отпечаток на моей психике. Впервые я столкнулся с привлекательной женщиной, которая вообще не пользуется этой привлекательностью. Блондинка вела себя слишком адекватно и слишком правильно. Особенно это цепляло внимание на фоне бабки, которая, наоборот, олицетворяла собой крайнюю степень взбаломошности и дурости. Я заподозрил даже в Насте наличие ума. А умные женщины, которые обладают потрясающей внешностью, вызывают у меня ощущение диссонанса. Вот с Мариной Эдуардовной Ласточкиной все понятно. Она даже сейчас, в той ситуации, которая сложилась, пытается смотреть на меня по законам женского кокетства. В угол на нос на предмет. Хотя, казалось бы, на кой черт ей голобородька? Однако, чисто на автомате, будучи в состоянии легкого шока из-за появления ожившего мертвеца, имея претензии и ярое желание поскандалить, Ласточкина все равно заигрывает, сама того не замечая. «Что, говорю, вам тут нужно? Почему посторонние, наверное, мне территории?» Повторил я для особо одаренных. На последней фразе снова обернулся к Матюше. Вопрос о территории предназначался ему. Тем более режиссер вроде отживел. Уже не выглядел бледновато-синеньким. Матюша развел руками, намекая на то, что к данному факту не имеет никакого отношения, и супруга уволенного актера пробралась во дворец культуры самостоятельно. «Так вы же умерли!» «А теперь выясняется, что вовсе нет», — сделала, наконец, далеко идущий вывод Ласточкина. Буквально секунду ее лицо выглядело озадаченным, а потом вдруг просветлело. В глазах мелькнула далекая тень мыслительного процесса. «Прекрасно! Вот сейчас мы и разберемся», — сообщила она радостным голосом, моментально переключая состояние шока на состояние борьбы за справедливости. Даже ее грудь стала как-то выше. Супруга невинно изгнанного Ласточкина расправила плечи и начала медленно наступать на нас с режиссером. «По какой причине?» «Вчера мой друг Леонид Пахомович был исключен из состава актерской труппы нашего дворца культуры». Марина Эдуардовна перекинула сумочку, висевшую у нее на локте правой руки, в левую руку. «Сделала она это с такой экспрессией, что едва не зацепила меня ридикюлем, который пролетел в каких-то сантиметрах от моего лица». «По причине того...» — было всего несколько секунд, чтобы дать правильный ответ. И еще я понимал, объясняться с этой особой бессмысленно. Она не станет слушать никаких доводов разума. Значит, нужно просто говорить коротко и по делу. «По причине того, что он... идиот! А мы, знаете ли, серьезная организация, нам идиотов не нужно!» Я перед тем, как войти слышал, Матюша Сергеевич вам популярно все объяснил. «Припомнил, так сказать, случаи, в которых проявлялись все таланты вашего мужа». «Ну... вы... фух!» Ласточкина остановилась, а потом громко выдохнула. Ее, очевидно, начало колбасить от злости и негодования. Она подняла руку и, выпрямив указательный палец вверх, несколько раз потрясла им в воздухе. «Я до самых верхов дойду! Я вас выведу на чистую воду! Я!» Не договорив, Марина Эдуардовна крутанулась на каблуках, повернулась к двери и маршем направилась в сторону выхода. Перед тем, как покинуть кабинет окончательно, снова остановилась через плечо, посмотрела на меня. «Салдафон и самодур!» — выкрикнула она. «А вы бездарность и... и... и тоже самодур!» Видимо, разнообразие оскорбительных эпитетов у нее закончилось, поэтому Матюше досталось то же звание, что и мне. «Я вашу эту...» — она снова на секунду зависла, соображая, что пообеднее сказать. «Эту вашу гидру капитализма? Раздавлю!» С этими словами Ласточкина выскочила из кабинета, громко хлопнув дверью. «И при чем тут гидра?» — задумчиво спросил я вслух, глядя, как с потолка сыпется на пол штукатурка. «То есть против капитализма вы ничего не имеете?» Матюша смотрел на закрытую дверь с озадаченным выражением лица, правда, буквально сразу пришел в себя и переключился на более интересную тему. «Павел Митрофаныч, да вы объясните, наконец, как такое возможно? Я ведь сам вчера вас с доктором отправлял в больницу, а вечером нам позвонили сюда, на рабочий телефон дворца, сообщили о вашей кончине, мол, сердце не выдержало. Я еще подумал, ну как так? Что за нелепость? Войну человек прошел. До Берлина добрался с парочкой ранений, а тут сердце, обидно, честное слово». «Врачебная ошибка», — ответил я коротко, а затем прошел к большому столу, заваленному ворохом каких-то бумаг. На самом деле оценивал обстановку, пользуясь случаем. Пока что режиссер точно не казался мне попаданцем. Не вижу в нем никаких несоответствий. Творческая личность, со стоящими дыбом волосами, оттопыренными ушами и следами чернил на щеке. Так, понимаю, Ласточкина застала его в разговор рабочего процесса. После беглого осмотра понял, на столе валяются наброски, что-то типа написанного от руки сценария пьесы. «Значит так, Матюша». Я поморщился. Такое чувство, будто не с взрослым человеком говорю, а с ребенком. Все из-за этого, Матюши. «Слушай, что за убогое имя? Как тебя папа с мамой назвали?» Режиссер от моего вопроса немного растерялся. Видимо, никому в голову прежде не приходила мысль поинтересоваться этим. «Так, ну, Матвей и я». Его взгляд стал настороженным. Он ничего хорошего от Голобородька не ждал и подозревал подвох даже в столь обычном разговоре. «Да уж, действительно, директор ДК их тут держит в черном теле». «Ага, хорошо. Матвей Сергеевич, мне нужно, чтобы сегодня ты собрал весь наш коллектив через пару часов. Имеется мысль провести собрание, срочное. Явка строго обязательно». «Так что его собирать? Сегодня спектакль. Они и без того все будут на месте?» «Правда, чуть позже того времени, о котором вы говорите». «Кстати, Павел Матвеевич, что с матами?» «С какими матами?» Я слушал режиссеров полуха, соображая, как лучше поступить. «Устроить настоящее собрание под любым подходящим предлогом? Загнать всех в одно помещение и оценить со стороны? Или лучше каждого пригласить для личной беседы? Или использовать оба варианта?» «Со спортивными матами, конечно. Или мешки?» «Вы обещали мешки с песком. Павел Матвеевич, нам без них никак. У нас Катерина убьется к чертовой матери, если мы ничего не предпримем». «Кто?» «Я обещал!» Мое лицо, наверное, выглядело сейчас немного глупо. «Просто я усердно пытался вспомнить, кто такая Катерина и почему она должна убиться». «Такого имени Настя точно не говорила». «Никаких драматических историй тоже не рассказывала». «Конечно, вы же директор!» Матюша тряхнул головой в попытке закинуть назад одну из лохматых прядей, упавших ему на глаза. «Это я в курсе, да. Но зачем нам мешки с песком? Ну вы что, Павел Матвеевич?» «Обсуждали ведь. Сегодня премьера. У нас Островский. Гроза. Там Катерина прыгает в Волгу. Волгу мы организуем в оркестровой яме. Она у нас хоть и не сильно большая, но сойдет. Только надо условия создать для утопления героини, так сказать. «Это ключевая сцена всей пьесы, понимаете? Символическое изображение, понял!» Я поднял руку, останавливая словесный поток режиссера. Он явно сел на своего любимого конька и собрался рассказать мне какие-то режиссерские примочки. По крайней мере, когда Матюша начал говорить про пьесу, его взгляд потерял адекватность. Стал туманным. «Нужна Волга для Катерины, все понятно, сделаем!» Я отошел от стола. «Ничего интересного там нет», — быстро окинул взглядом всю комнату. «Мебели хрен да ни хрена. Кроме рабочего стола имеется еще пара стульев, шкаф и вешалка на одной ноге. Нет, ты не похож режиссер на попаданца. Вообще. И ведет себя слишком натурально. Прямо сейчас и займусь, а вы...» Я ткнул пальцем Матюша в грудь. «Не забудьте про собрание, тогда жду всех в шестнадцать часов в зале дворца». «Конечно, Павел Матвеевич, все будет сделано. Вы только про Волгу не забудьте. Премьера, а у нас Катерине нормально утопиться возможности нет». «Не забуду, Матвей Сергеевич», — кивнул режиссеру, а потом вышел из кабинета в коридор. И сразу же угодил в женские объятия. Я в первый момент, честно говоря, не сразу понял, что происходит. Только дверь кабинета закрылась, на меня налетел настоящий ураган. Это произошло настолько неожиданно, что с моей стороны даже не было попытки сопротивления. Меня просто схватили за грудки, прижали к стене спиной, а потом принялись онной рукой лезть куда-то под одежду, а второй — тянуть мою же голову за шею вниз, к женским губам, накрашенным помадой морковного цвета. Глава седьмая. О женской страсти и коварстве. «Павлуши, как я рада, как я счастлива, живой!» А они говорили «Сволочи!» Женщина упорно пыталась слиться со мной в страстных объятиях, и в данном случае наши с ней желания точно расходились. Потому что лично я ни во что ни с кем сливаться не хотел, а очень даже наоборот. Желал как можно скорее прекратить публичный стриптиз, который мне грозил. Дамочка оказалась очень шустрая. Всего лишь за несколько минут она одной рукой умудрилась вытащить рубашку из брюк. Мою, естественно, рубашку, из моих, естественно, брюк. Сама она была одета в легкое платье с огромным бантом на груди. Этот чертов бант от ее активных движений постоянно топорщился и лез мне в лицо, иногда даже в рот. В момент, когда я особо активно его открывал, собираясь возмутиться. Кроме того, чрезвычайно страстная особа подпихивала меня в сторону директорского кабинета, который находился совсем рядом. Видимо, это был конкретный намек на желание уединиться. Честно говоря, никогда не думал, что отбиться от женщины, решительно настроенной на страсть, так сложно. Впрочем, я вообще не думал, что мне когда-нибудь придется отбиваться от женщины. Но это конкретное перло вперед, как скоростной экспресс. Она бормотала невнятную чушь и настойчиво толкала меня туда, где мы могли остаться без свидетелей. А еще все это действо сопровождалось рыданиями. Серьезно? Прямо театр абсурда какой-то. Такое чувство, будто дамочка не могла определиться с эмоциями. В итоге, через пару минут я был по уши испачкан помадой и слезами. Реально начал опасаться, что мне придется перейти к более грубым приемам убеждения. Фраз «прекратите», «да что ты будешь делать» и «вытащите оттуда руку», которой я успевал сказать, отплевываясь от ее гигантского банта, она вообще не слышала. Но самое главное. Я узнал ее. Меня сейчас склоняло к разврату Валентина Егоровна собственной персоной. Так вот почему смеялась блондинка. Она была в курсе, что у Голобородька роман с его замом. Ну, Настенька, юмористка хренова. Не могла предупредить, что ли? Сто процентов специально устроила этот приятный сюрприз. А с виду такая приличная девочка. Стоп! Я, наконец, ухитрился схватить женщину за плечи, а потом силой оторвал ее от себя. «Вы! Черт! Хватит!» Отскочил в сторону и принялся заправлять рубашку обратно. Галстук теперь висел на моей шее, как петля, на которой впору пойти и удавиться. Я точно не готов вместе с телом сорокалетнего Голобородька получить в наследство еще и его любовницу. Тоже сорокалетнюю. Ничего не имею против, каждому свое, что говорится. Но монета в реальности тридцатник только недавно стукнул. Да и Валентина Егоровна вообще не похожа на женщину моей мечты. Она оказалась достаточно высокой, с широкими плечами, замашками борца-сумаиста и хваткой питбуля. По своей конституции дамочка сильно напоминала небезызвестную девушку с веслом. «Вы это бросьте! Приличная женщина!» Я с сомнением окинул ее взглядом, а потом добавил. «Вроде бы». Валентина Егоровна, всхлипнув, уставилась на меня с выражением удивления. Она, наконец, начала догадываться, что я рвения к близости не имею. Теперь мой зам выглядела растерянной. Видимо, не на такую реакцию женщина рассчитывала. Не знаю, чем бы закончилась наша неожиданная встреча в итоге, но в этот момент дверь кабинета, от которого мы не особо далеко отошли, распахнулась и на пороге появился взъерошенный матюша. Он выскочил в коридор, явно собираясь догнать руководство. С момента моего ухода прошло не более пяти минут, хотя мне эти минуты показались вечностью. «Павел Матвеевич, я хотел...» «Ох, ты ж... э... извините...» Режиссер резко развернулся на сто восемьдесят градусов и собрался скрыться за дверью. «Этого я допустить не мог», — объясняться сейчас Валентина Егоровна не хотелось совсем. «А придется. Рано или поздно буду вынужден серьезно обсудить с ней перспективы совместной личной жизни. Вернее, их отсутствие. Я не собираюсь продолжать отношения, начатое Голобородько». «Черт! Надеюсь, у него нет жены, детей, еще каких-нибудь родственников». Не уточнил эти детали у Натальи Никаноровны и Насти. Мой зам, слава богу, с появлением Матюши немного убавило пыл. «Матвей Сергеевич, вы ко мне, то есть за мной!» — я во все глаза смотрел на режиссера. Выкатил их так, что сам себе стал напоминать то ли сову, то ли краба. Это был непрозрачный намек, мол, уходить Матюше сейчас не нужно. «Да ладно, вы тут, наверное, важный вопрос обсуждаете. Я все понимаю». Матюша тормозил со страшной силой и намека явно не понимал. Он вообще решил отвернуться в сторону, дабы не пялиться откровенно на меня, заправляющего рубашку в брюки. И Валентину Егоровну, которая нервно взбивала свой бант. Радовала, что режиссер хотя бы стоит на месте, а не сбежал обратно в кабинет. «Да мы просто, да, обсуждали тут». Любовница Голобородька посмотрела на меня со значением. Она тоже на что-то намекала. Но если Матюша моих намеков не понимал в силу скудаумия, то я делал вид, что внезапно ослеп и ни черта не вижу. Просто новость, будто Павел Матвеевич жив, оказалась слишком внезапной. «Представьте, меня чуть с ног не сбила супруга вашего Ласточкина. Сначала я даже подумала, не заговаривается ли Марина Эдуардовна. Такую чушь она несла. И все одно по одному, что всех выведет на чистую воду. Особенно товарища Голобородька. Я бросила сюда, а тут... Валентина Егоровна одарила меня жарким взглядом. «Знаете ли, до сих пор в себя прийти не могу. А... Давайте пройдем в ваш кабинет и обговорим насущные вопросы. Павел Матвеевич. Что ж, мы все в коридоре, да в коридоре». «Да, пронасущные дела». «Протянула я, точно понимая, в кабинет не пойду». «И живым не дамся. Меня эта дамочка своим напором пугает». «Не то чтоб я боюсь женщин, очень даже наоборот. Искренне их люблю, особенно привлекательных. Особенно с мозгами и хорошим чувством юмора. Вот только Валентина Егоровна ни под один из этих критериев не подходила. Но при этом имелось ощущение, что если она затащит меня в кабинет, хрен я оттуда вырвусь. Взгляды, которые это особо бросало в мою сторону, были не просто горячими. Они были испепеляющими. А я вообще не готов к такому повороту». «Вот у нас, товарищ режиссер, переживает, что Катерине топиться будет неудобно». Я широким жестом указал в сторону переминающегося с ноги на нагуматюши, который после моих слов затряс головой, активно выражая согласие. «Надо бы решить этот вопрос». «Так я же говорила вам, нет у нас мешков ни с песком, ни без песка. Вот буквально пару дней назад мы с вами обсуждали эту проблему. Вы сказали, сами все устроите». «Так, знаете что, Валентина Егоровна?» Я подался вперед и несколько раз махнул указательным пальцем перед носом своего зама. «Вы, в конце концов, от ответственности не уходите. На ком хозяйственная часть?» «На вас!» «Вот и займитесь». «Как хотите». «Но чтобы сегодня, во время спектакля, Катерина у нас не в пустую яму прыгла». «Не хватало ее потом по составным частям оттуда доставать?» «Нельзя по частям». Режиссер нервно вздрогнул и почему-то оглянулся. «Катерину играет Раечка. А Раечка, как вам известно, жена первого секретаря горкома. Нас потом всех по составным частям из этой ямы достанут. «Ну, вы поняли». «Павел Матвеевич, я...» Валентина Егоровна выглядела абсолютно несчастной. Ее настроение радикально изменилось, и она, мне кажется, готова была расплакаться. Опять. «Только теперь не по поводу моего внезапного воскрешения». «Слышать ничего не хочу!» Я сжал кулак и рубанул им в воздухе. «Нет мешков, найдите любой другой вариант!» «Любой!» «Ну что я найду?» «Не ставит же туда батут из спортивной секции». «Да что хотите ставьте. Но вопрос решите. А мне?» «Мне надо в больницу еще наведаться. Бумаги там всякие, знаете ли. Да и вообще». «Идемте, Матвей Сергеевич». Я подхватил режиссера под руку и потащил его в сторону ступеней, которые вели с первого этажа в файе, чисто на всякий случай, пока еще какая-нибудь неожиданность не произошла. Надеюсь, здесь больше не бегают влюбленные в директора тетки. И главное. Ты посмотри, как накинулись. А говорили, раньше женщины были все из себя недоступные. Нет, ну может оно и так, однако Валентина Егоровна скромностью точно не обременена. Или у них с Голобородько реально серьезные отношения. Меня аж в холодный пот бросило от этой мысли. «Павел Матвеевич». «Так я что хотел-то?» Матюша не сопротивлялся. Послушно топал рядом со мной. Но на Валентину Егоровну несколько раз через плечо оглянулся. «Вы сказали всех актеров собрать. А как с Ласточкиным быть? Его тоже и...» «Простите, я не знал, что у вас приватная встреча. Просто прямо в коридоре. Ну вы и баловник, однако». «Слышали мы, будто в столице нравы свободные». Однако Валентина Егоровна удивила. «Понять можно. Столько лет женщина одна». «Думали, старый дева и так и помрет». Последнюю фразу режиссер произнес гораздо тише, чем предыдущие. «Наверное, чтоб ее не могла расслышать мой зам, которая провожала нас взглядом». Она, кстати, с места пока никуда не двигалась. Я чувствовал между лопаток ее прожигающий взгляд. Нет, поговорить необходимо как можно быстрее. Придумать уважительную причину. Скажу, было мне видение в момент близости к смерти. Короче, какую-нибудь ерунду придумаю. «Всех — это значит всех!» — громко ответил я, а потом, понизив голос, добавил. «Не извиняйся. Ты, наоборот, меня, можно сказать, спас». «А-а-а-а». Матюша сбился с шагой и снова оглянулся, бросив быстрый взгляд на Валентину Егоровну, которая осталась позади. «Так значит, это правда. Вы решили выписать ей отказную, это из-за раечки?» «Павел Матвеевич, вот не стоит раечка того. Вас же Любомиров с землей сравняет, если откроется ваш с его женой Адьюльтер. Он и без того крайне неприятный человек. Вы знаете, от Москвы далеко. Письмо пока товарищу Хрущеву напишешь, пока оно дойдет. Любомиров сто раз на могиле врагов спляшет. Тем более у него репутация». Я притормозил, повернулся к Матюше лицом и в оба глаза уставился на режиссера. «Ты на что намекаешь, Матвей Сергеевич?» «Да что ж тут намекать?» Режиссер махнул рукой. «А слухи появились, будто вы на нашу пряму глаз положили. И вроде бы она тоже». «Что тоже, Матюша? Что тоже?» Я прямо чувствовал всеми фибрами души, как только увижу блондинку, задушу ее к чертовой матери. Главные фотки она мне показала, а о самом важном ни слова. К примеру, можно было в двух предложениях обрисовать, что этот чертов голобородько настоящий ловелас получается. Мало того, с Валентиной Егоровной шаш не крутят, так еще Раечка теперь. Там чего ждать? После одной любовницы, которая, судя по рассказу Матюши, сильно жаждала запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, от второй уж и не знаю, чего ожидать. К тому же, если меня не подводит память, среди снимков, показанных Настей Раечкой, действительно было. Худое лицо с острым подбородком, глаза на выкоде и страдальческое выражение, которое ощущалось даже через фото. Что за дебильный вкус у голобородько в женщинах? Раечку с ее тоской в глаза хочется добить, чтобы не мучилась. Видно же сразу, тяжко человеку. Не знаю, правда, схрена ли, но при взгляде на ее фото, кажется, она одновременно страдает сразу от всего. Валентина Егоровна сама добьет кого угодно. Впрочем, если верить словам все того же, Матюша добьет в итоге меня, Раечкин муж. Какой-то нереально крутой товарищ. — Ой, не знаю, Павел Матвеич. Вы, конечно, человек у нас новый, назначили вас недавно, из Москвы приехали. Много вы не знаете, но, поверьте, я бы от всей души не советовал вам иметь амурных дел с супругой товарища Любомирова. Сдается мне, товарищу Любомирову очень не понравится, что его жена замешана в связях порочащих их обоих. — И поверьте, я, в отличие от вас, в этом городе с детства всех хорошо знаю. Если вы на самом деле надумали... — Не надумал, — я перебил Матюшу на полусловие. — Слухи, говоришь, так это бр... так это брешут, сволочи. — Да, происки врагов, так сказать. — Ах, вот в чем соль. Режиссер сознанием дело кивнул, а потом заговорщицки подмигнул мне одним глазом. Тогда все понятно. У вас врагов действительно предостаточно. Я, если честно, ни черта не понял, о чем он говорил. Какие враги? Зачем? На место директора ДК было столько желающих, что ли? — Так я уступлю с удовольствием, разочью этого попаданца, вручу его Наталье Никоноровне, а потом свалю отсюда. — С огромной, между прочим, радостью. Я собрался было расспросить Матюшу более подробно, кто конкретно числится в списке врагов, но в этот момент по широкой лестнице, которая вела не только вниз к выходу, но и наверх на второй этаж, сбежала девушка лет двадцати. Она прямой наводкой направилась к нам. Но я внутренне напрягся. Хрен его знает, что за особо. Ее фото мне вроде бы Настя не показывала. — Матюша Сергеевич, ну что ж такое? Бегаю везде, ищу вас. С костюмами есть некоторые проблемы. Надо срочно посоветоваться. Идемте. Скороговорка выдала незнакомка. Потом, переключившись на меня, протянула руку. — Товарищ Голобородько, поздравляю вас с возвращением в ряды живых советских граждан. Ваш случай лишний раз подтверждает, что крепкий дух настоящего коммуниста не сломить. Поздравляю. Вы, можно сказать, победили в неравном бою с болезнью, которая подло ждала своего часа. Надо будет выпустить молнию и рассказать о вашем подвиге. Незнакомка снова настойчиво ткнула в меня протянутой рукой. Я в легком обалдении в ответ тоже сунул ей конечность. Девушка схватила мою ладонь, крепко сжала, тряхнула несколько раз, а потом развернулась и по лестнице побежала на второй этаж. — Это что было? — спросил я вслух исключительно по причине сильного удивления. — Причем спросил даже не у режиссера, а у самого себя. С трудом верилось, что все это мне не привиделось. Очень странное поведение. С моей точки зрения, конечно. — Павел Матвеич, так это же Аврора. У нее распределение. К нам попала вот. Хорошая девушка. Работает в школе, а мне теперь с костюмами помогает, с оформлением. Руки у нее золотые. Ладно, побегу действительно. Пока время есть, нужно все проверить, последние штрихи сделать. — Вы в больницу? — Ага. Я кивнул. — В больницу. С доктором одним пообщаться, который мне ни черта толком не рассказал. Только снимки в рожу тыкал. — Снимки? Режиссер непонимающе нахмурился. — Да это я так. Иди, тоже пойду. К собранию буду снова на месте. Я кивнул Матюше и шустро направился к выходу. Вахтерша при моем появлении в ступор уже не впала, видимо, поняла. Директор перед ней вполне реальный, только проводила меня очень долгим взглядом, будто ждала, что в какой-то момент я сделаю шаг и упаду замертво. Тогда, наверное, в ее мире снова станет все понятно и привычно. Первая часть задания, полученного от бабки, была выполнена. Скоро вся актерская труппа будет в сборе, смогу оценить, кто из них попаданец. Потом тряхну этого гражданина за шиворот, выясню, что конкретно он хочет. Сейчас, пока есть время до назначенной встречи, нужно блондинку помучать. На предмет более полной информации. Так, по наивности, думал я, направляясь к выходу. Искренне верил, что все хорошо и цель практически достигнута. Не успел взяться за ручку двери, толкнуть ее вперед, чтобы выйти на улицу, как вдруг. Очень неожиданно прямо под ноги кинулся черный кот. Он проскочил буквально в сантиметре от меня. Еще чуть-чуть, и я бы об него споткнулся. Оказавшись на улице, кот вдруг замер, а потом вообще повернул голову и посмотрел мне в глаза. Стало как-то не по себе. Во-первых, морда у этой скотины была слишком стоумовая. Будто не кот передо мной, а кто-то более разумный. Во-вторых, взгляд. В общем, не знаю, как объяснить, и, конечно, с точки зрения адекватности это звучит полным бредом, но взгляд кота показался мне до ужаса знакомым. Он мявкнул, словно насмехаясь, а потом в несколько прыжков домчал к ближайшим кустам и там исчез. Не буквально, конечно, это было бы слишком. Просто прыгнул в самые густые заросли. Охренеть! Пробормотал я себе под нос. В тот момент даже не догадывался, что слово охренеть будет звучать из моих уст еще очень, очень много раз. И степень этого охреневания будет неуклонно расти. Глава восьмая. О том, как иногда бывают мстительные женщины. «Ита-а-а-а-а-а-а-а-а-ак», многозначительно протянул я, а затем обвел взглядом всех присутствующих. Передо мной сидели десять человек актерско-режиссерского состава. Они смотрели в мою сторону с выражением священного ужаса на лицах. Кроме Матюши, конечно. Он-то был уже в курсе всех событий, в том числе в курсе внезапного возвращения очень даже живого директора ДК. Наверное, Матюша специально не предупредил остальных, чтобы поглумиться над бедолагами. Режиссер собрал их в зале, но о причине, по которой подготовка к спектаклю задерживается, не сказал ни слова. Поэтому, когда я появился в проходе, реакция была соответствующая. Дамы коллективно охнули, некоторые даже попытались сползти с кресел вниз, изображая обморок. Мужчины просто молча смотрели, как я иду к сцене. «Неожиданно», — провасил один из актеров, высокий, похожий богатырским размахом плечной Илью Муромца, с бородой и бакенбардами. «Неожиданно, Петр Иванович, когда вы случайно против ветра мочиться надумали. И то большой вопрос. А тут, пардоните, можно просто охренеть», — ответила ему сидящая рядом дама лет шестидесяти. Звали даму Рената Никитична. Она, как правило, играла роли пожилых маменек, дуэний и даже бабушек. Поэтому на сцене ее видели редко. Однако, по причине, понятной лишь ему, Матюша считал Ренату Никитичну чрезвычайно талантливой актрисой. Она присутствовала в труппе, независимо от того, что мало героинь соответствовали ее возрасту и типажу. Тетка выглядела колоритно, надо признать. На ней было надето черное платье длиной почти в пол, черные же кружевные перчатки, седые волосы Рената Никитична уложила в высокую замысловатую прическу. И еще она без конца курила. Длинный мундштук с вставленной в него папиросой присутствовал в ее руке постоянно. Из-за этого Рената Никитична напоминала гусеницу, которую в известной сказке встретила девочка Алиса. Дама сидела в клубах дыма, окутавших не только ее, но и соседей. Странное дело, соседи морщились, но терпели. Видимо, здесь о пассивном курении никому еще не известно. Либо Рената Никитична пугает их больше, чем перспектива задохнуться от дыма. Тот факт, что пепела настряхивала прямо на пол, тоже никого не смущал. Естественно, сведения о Ренате Никитичне я почерпнул из информации, которую получил в результате повторного общения с Настей. После того, как сбежал из ДК, от своего зама сразу разыскал блондинку. Впрочем, она и не пряталась. Сидела все так же в машине, чуть в стороне от главных ворот. Правда, сначала, увидев, как я лезу в автомобиль испачканной помадой, взъерошенной и злой, блондинка минут десять громко смеялась. Она смотрела на меня, фыркала, а потом начинала заразительно хохотать, одновременно падая грудью на руль и хлопая по нему ладонью. Затем успокаивалась. Но стоило ей снова глянуть в мою сторону, приступ веселья начинался заново. «Я вот не понимаю, неужели нельзя было предупредить, какие сложности меня ожидают?» Стало даже как-то обидно, честное слово. Нашла, ё-моё, клоуна. «Можно было», — Настя кивнула. «Но мне чертовски интересно, как ты себя поведёшь в различных стрессовых ситуациях. Нам и вместе долго работать. Очень долго. И поверь, этот срок я измеряю не просто годами и даже не десятилетиями. Хочу понимать, на что способен мой напарник, а на что нет?» «Интересно. Да я еле смог вырваться от этой Валентины Егоровны. Она реально озабоченная. Накинулась прямо посреди коридора». «Почему же?» Настя подсокла языком, выражая несогласие с моей формулировкой. «Ты не понимаешь. Женщине за сорок сложно устроить судьбу в этом времени. Мужиков не так уж много. Война оставила свой след. И я даже не о приличных вариантах говорю. Не пьёт, не бьёт уже золотой самородок». Естественно, она голобородько обхаживала с первого дня, как тот появился во дворце культуры. «Представь, какой сладкий пирожок. Холост. Военные в отставке. Жильё служебное. Детей нет. Надо брать». «Круто. Только я не собираюсь с этой Валентиной Егоровной мутить. Точно тебе говорю. Такого договора у нас не было. У нас вообще никакого договора не было. Между прочим, я думал, ты нормальная, а не то, что это бабка твоя». «Нормальная?» Настя усмехнулась, а потом стала совершенно серьёзной. «Паша, я прыгаю по разным местам Советского Союза, в разные временные точки, дабы вычислить и поймать очередного придурка из современного мира, которого занесло в чужое тело, каждый раз без исключения. Эти придурки уходить прочь не желают. Они скрываются, врут, пытаются прорваться к верхушке власти. Как думаешь, могу ли я быть нормальной при такой работе?» «Сложно ответить, пока не проникся ситуацией на все сто процентов. Меньше суток в новой роли охотника за этими вашими попаданцами. Я пожал плечами». «Мол, рано судить. Посмотрим, что дальше. Слушай, и всё-таки, почему именно Союз?» «Тебе же ответила Наталья Никоноровна. Чёрт его разберёт, по какой причине их чаще всего выкидывает сюда. Сбой какой-то произошёл. Бабуля разбирается, ищет поломку, но пока безрезультатно. Поэтому нам приходится много работать». «Погоди, я только в данную секунду понял, что сказала блондинка до этого. «Как по разным временным точкам? То есть мы не останемся в 1959 году? Я думал, будем себе жить, поживать, добра наживать, изредка искать нарушителей. А ты говоришь про разные точки». «Нет, конечно, не останемся мы тут. Найдём местного попаданца, а потом можем оказаться где угодно, но в рамках существования СССР. Смотря в какой точке проявится активность. Будь время попадания статично, думаешь, мы бы из ныне живущих не нашли подходящего человека?» «Ну, я не знаю. Сейчас люди не особенно верят во всякую мистику». «Да, конечно». Настя тихо засмеялась. «Во все времена были товарищи, на кого можно положиться таким, как мы с Натальей Неконоровной. Уверяю тебя». «И в СССР тоже найдётся много желающих, но живых. Как я прихвачу с собой такого напарника, если, к примеру, нужно будет лет на двадцать вперёд прыгнуть? Невозможно это». «Поэтому пришлось подбирать в современном времени человека, который вот-вот должен умереть. Вы более готовы к мистическим событиям. Проще относитесь». «Моральные нормы у вас, опять же, более размытые. Принципов практически ноль. Да и про союз много знаете. Это сильно упрощает задачу. А так? У нас есть ещё одна пара. Они работают с временным периодом до Октябрьской революции. У них реже случаются вызовы, но ситуация гораздо сложнее. Там требуется полное погружение. С наскоку не разберёшься. Да и потом». «Лиза, руководитель этой группы, очень опытная ведьма». «Хм, я демонстративно кошлянул. Прости, кто? Ведьма? Ну да». Настя невозмутимо кивнула, будто ничего странного в слове «ведьма» не было. «Иван и Лиза, у них своё направление, работают самостоятельно, без присмотра Натальи Неканоровны. Тоже скажу тебе мало радости где-нибудь в Древнем Риме оказаться или в средневековой Европе. Особенно Лизке. Так-то в любой момент сжечь могут к чертям собачьим. В этом плане у нас попроще работёнка. Хотя попаданцев в разы больше». «Офигеть!» Я покачал головой, переваривая информацию. «То есть так и будем скакать туда-сюда? Из восьмидесятых в шестидесятые? Из сороковых в гражданскую? Слушай, а бабка тебе кем приходится? Вы родственники?» Настя задумчиво на меня посмотрела и нахмурилась. На этот вопрос она явно отвечать не хотела. «Да ладно тебе, обо мне же ты всё знаешь. И потом, нам как-то работать вместе? Я тоже хочу понимать, чего ждать от напарника». «Ну, можно сказать, очень дальние родственники». Настя почесала указательным пальцем бровь, а потом потёрла кончик носа. «О, как интересно!» «Она сейчас соврала!» Потом блондинка вообще соскочила с этой темы под предлогом повторного изучения членов актёрской группы. Только теперь, помимо фотографий, она принялась рассказывать о каждом отдельно. Хотя должна была сделать это ещё в первый раз. Благо, времени до начала собрания было предостаточно. Поэтому на встречу с актёрским коллективом я явился более-менее подкованным. Идиотом себя уже не чувствовал. Понимал, что и от кого ждать. Соответственно, Ренату Никитичну узнал сразу. По причине осведомлённости не стала никак комментировать её высказывания. Настя говорила, эта особа действительно одно время играла в профессиональном театре в Москве. Близко дружила с самой Раневской. И да, она реально талантлива. Почему оказалась в провинциальном ДК? Слишком откровенно высказалась об одном человеке из партийной верхушки. На этом её столичная жизнь закончилась. Нормальная актёрская карьера, само собой, тоже. Блондинка сказала, что Рената очень умная баба, но характер имеет удивительно сволочной. Понять можно. Никого не делает позитивным человеком ссылка из Москвы в Мухосранск. А Рената здесь провела последние 10 лет. То есть, по сути, на корню загубила финальный этап своей карьеры, который мог пройти совершенно в других условиях. На язык Рената Никитична остра, ляпнуть может что угодно и кому угодно. Единственная из всей труппы, кто вообще не боялась голубородика и не реагировала на его закидоны. Крепким словом она могла приложить посильнее, чем директор ДК, а иной раз не только словом. Среди актеров Рената Никитична пользуется непререкаемым авторитетом. — Павел Митрофанович, голубчик! — молодой голубоглазый мужчина с соломенными кудрявыми волосами прижал руки к груди, всем своим видом демонстрируя восторг. — Как я счастлив, что все обошлось! — Ой, Аполлоша, что ж ты так бездарно врешь! Рената Никитична выпустила очередную порцию дыма в потолок. — Вчера чуть ли не в пляс пустился от полученных известий о кончине голубчика, а сегодня вдруг счастлив, что он живой и здоровый. Матюша Сергеевич, блондин, которого реально звали Аполлоном и который являлся исполнительным роли любовников, повернулся к режиссеру. — Когда прекратятся эти грязные инсинуации? Она постоянно ко мне цепляется. — Потому что ты бездарность и удивительно двуличный человек! — невозмутимо ответила Рената, хотя вопрос предназначался точно не ей. — Так, а ну-ка успокоились все! — я решил в корне пресечь набирающий обороты скандал. — Не для того вас собрал, чтобы слушать эти склоки! — А для чего? Хотелось бы знать. Петр Иванович, тот самый Илья Муромец, закинул ногу на ногу, но буквально сразу понял, в такой позе при его комплекции особо долго не просидишь и вернулся в исходное положение. — Следующие полчаса я вдохновенно рассуждал о силе искусства и о том, как всем нам повезло находиться в этих стенах. Актеры слушали меня внимательно, но смотрели с такими лицами, будто более несуразной чуши они не слышали. — Просто это реально была чушь. Я не знал, о чем еще с ними можно говорить. По большому счету, моя цель — собрать всех вместе и посмотреть на каждого. Хотя Настя сразу предупреждала, затея не очень хорошая. Ни черта я так не пойму. Попадание в себя при подобном раскладе точно не проявит. В конце концов я выдохся и одновременно понял, блондинка оказалась права. Каждый из актеров вел себя вполне естественно. Ни один не сделал или не сказал чего-то необычного. Даже Ласточкин, сидящий скромно среди остальных, выглядел натурально. Молчал и периодически вздыхал. В общем, выходит, личных бесед не избежать. Но так как время премьеры неумолимо приближалось, я сообщил актерам, что после спектакля хотел бы пообщаться с каждым отдельно. Мое желание их несколько удивило, судя по тому, как они переглядывались между собой, но спорить опять же никто не стал. Речь про искусство всех убедила я еще не в себе после собственной смерти. Павел Матвеевич, у меня дети с соседкой остались. Единственным человеком, высказавшим хоть какое-то недовольство, оказалась Леночка. Молодая женщина, которая играла вторые роли и даже третьи, поэтому ей приходилось иной раз появляться на сцене в нескольких различных образах. — Значит, с вами я поговорю в первую очередь. — Ну, странно, правда? — Леночка развела руками, а потом оглянулась на коллег в поисках поддержки. — Милочка, если бы вы вчера померли от инфаркта, а сегодня уже скакали резвой козочкой, думаю, вели бы себя еще более странно, — скептически ответил ей Рената Никитична. — Давайте уже нагрим, товарищи, честное слово. Если так и продолжим время тратить, то спектакль придется сильно сократить. Леночка недовольно поджала губы, но промолчала. Актеры поднялись с места, затем направились к выходу из зала. Все, кроме Раечки. Я мысленно выматерился. Опять началась какая-то хрень. Естественно, супруга неведомого, но жутко опасного Любомирова была мною замечена и опознана с первых же минут собрания. Однако, памятуя о словах Матюши, я в ее сторону старался вообще не смотреть, от греха подальше. Зато Раечка на протяжении всего фееричного выступления, в котором я выглядел в очередной раз идиотом, поедала меня глазами. Реально. При этом периодически облизывала губы и поправляла декольте платье, отчего оно расходилось в стороны. Особо интересного, честно говоря, там ничего не было. В этом декольте Раечка отличалась сильной худобой, соответственно, не на те козыри делала ставку. Но актриса упорно шла по пути соблазнения меня. Причем из-за того, что я всячески демонстрировал отсутствие интереса, она, мне кажется, заводилась еще сильнее. Павел Матвеевич. Раечка сделала шаг навстречу, по сути, перегородив дорогу. Остальные члены труппы уже вышли через высокие двери, ведущие в холл, и мы вот-вот должны были остаться с ней наедине. Только один Матюша перед тем, как покинуть зал, оглянулся, потом вообще притормозил. Он поднял вопросительно брови и покачал головой, мол, товарищ директор, не лезьте вы в это дерьмо, мы вас потом не спасем. Так, Раиса Николаевна, вы знаете что? Вам на грим пора и костюм. Теперь я понимаю, отчего вы вчера не пришли в назначенное место. Сначала думала, решили поиграть моим сердцем, а потом узнала, какое несчастье произошло. Раечка меня будто не слышала, она снова сделала шаг и оказалась совсем близко. Из-за того, что говорила актриса нелепыми, наигранными фразами, вся ситуация бесила еще сильнее. Зато теперь я точно понял, Матюша был прав. Голобородька мутил шашни с Раечкой. Идиот. Я выглянул из-за плеча актрисы, собираясь громко позвать Матюшу. Не хочу с очередной озабоченной оставаться вдвоем без свидетелей. Это, конечно, не делает мне чести, что я за счет режиссера второй раз выезжаю, но тут уж не до принципов. Однако все оказалось еще хуже, чем могло быть. Рядом с режиссером стояла Валентина Егоровна, и, судя по ее взгляду, меня сейчас заподозрили в неверности. Ибо в этом взгляде присутствовала такая гамма эмоций, что можно только посочувствовать. Мне, естественно, посочувствовать. Ну и Раечки заодно, наверное. Похоже, выяснение отношений случится гораздо раньше, чем я рассчитывал. — Павел Матвеевич! — крикнула мне зам прямо от входных дверей. — У вас там вопросы нерешенные имеются, а вы с актрисами заигрываете. Безответственно, товарищ директор! После этой фразы Валентина Егоровна крутанулась на месте и выбежала в холл. Видите, я осторожно обошел Раечку, стараясь с ней не соприкасаться никакими частями тела. — У меня вопросы нерешенные. Да. Давайте потом поговорим. Быстрым шагом рванул к Матюше, который так и торчал в дверях, чем, кстати, заслужил мое безграничное доверие. — Вот молодец, режиссер! Не бросил, остался на подстраховке. — Валентина Егоровна нигде не было видно. Я даже подумал, что она, психанов, просто ушла с глаз долой, дабы перебеситься. Для женщин поведение нетипичное, однако, может, в данном случае не все потеряно, как мне показалось сначала. — Ну да, ну да. Чтоб дамочка, которая уже мечтает о счастливом будущем, в приступе ревности спустила все на тормозах... — Вот это я, конечно, фантазер! Поначалу все шло нормально. Актеры наложили грим, переоделись. Матюша вместе с той самой Авророй, которая разговаривает коммунистическими лозунгами, подготовили сцену. В общем, спустя некоторое время я спокойно стоял за кулисами, наблюдая нетленку Островского и ждал конца спектакля. Соображал, как с кем лучше построить разговор, а главное, как вообще им объяснить, на кой черт нужна приватная встреча. Пьеса приближалась к концу. Зал, кстати, был полон, и зрители выглядели довольными. Я так понимаю, в этом захолустье ДК просто божественный Олимп, где обычные граждане могут почувствовать себя причастными к великой силе искусства. В этот момент сзади вдруг кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Кем-то оказалась Валентина Егоровна. Она выглядела удивительно спокойной и даже веселой. Я немного напрягся, но тут же подумала, что может произойти. Да ничего. На хрена накручиваю себя? Просто при первой же возможности поговорю с ней, вот и все. Смотрите, Павел Матвеевич, спросила еленым голосом Валентина Егоровна. Уже в тот момент мне нужно было заподозрить подвох. Смотрю, согласился я, с вполне очевидной вещью. Раечка сегодня удивительно хороша, сказала Валентина Егоровна и расплылась в улыбке. Обратите внимание, вон в первом ряду ее муж сидит. Товарищ Любомиров. Заметили? Я уставился в ту сторону, куда мне указала зам. Там действительно сидел мужик представительного вида с букетом в руках. Он кивал в такт каждому слову Катерины, которая толкала прощальную речь и выглядел счастливым. Слушайте, я не на конкретно Раечку смотрю. Не понимаю, к чему это. Валентина Егоровна снова улыбнулась и пожала плечами. Ну, а потом я понял, что ее так сильно веселило. Она выбрала тот самый момент, когда месть становится и сладкой, и продуктивной. Наступила сцена самобросания тела героини в реку. Зал замер в ожидании трагической развязки. Некоторые особо чувствительные дамы приложили к глазам носовые платочки. — Ах, скорей, скорей! — выкрикнула Раечка в выступлении и подошла к краю сцены. Я был полностью согласен и тоже думал, скорее бы уже закончилось. В спину дышала Валентина Егоровна, это сильно нервировало. Но демонстративно уйти тоже не мог. За моим замом теперь еще подпрыгивал Матюша, который тихо повторял слова одновременно с героиней. Наверное, пытался вдохновить ее на расстоянии. — Друг мой! Радость моя! Прощай! Раечка раскинула руки и с криком бросилась в реку, которая условно находилась за сценой в оркестровой яме. Зал восхищенно выдохнул. Но в этот момент... Раечка вылетела обратно. Тоже с криком. Вернее, ее подкинуло вверх, на очень приличную высоту. Тилу притяжения, естественно, никто не отменял, поэтому все с тем же криком актриса снова рухнула вниз. А потом опять подлетела вверх. И так несколько раз. Зрители в состоянии шока наблюдали, как Катерина падает в Волгу, потом вылетает из нее со скоростью ракеты и снова падает. Все это сопровождалось воем самой Катерины. Она голосила на одной ноте, даже не переводя дыхание. Глаза у нее были круглые, рот открыт, а руками актриса махала, как та самая птица. «Ну вот!» — раздалось из зала. А говорила, люди не летают. «Да не принимают, матушка Волга», — послышалось с другой стороны. «Занавес! Занавес опускай!» — кричал громким шепотом матюша. Казалось бы, как можно кричать шепотом. Но режиссер делал именно это. И еще, судя по его лицу, очень вероятно, что сегодня у кого-то тоже случится инфаркт. Только самый настоящий. «Вы что?» — я повернулся к Валентине Егоровне. Она одна выглядела вполне довольной. «Вы туда реально батут поставили?» «Все, как вы сказали, Павел Матвеевич. Соответственно, вашему распоряжению». Матюша Сергеевич его тоже, кстати, слышал. Эта мстительная сука в наглую смотрела мне в глаза, даже не скрывая своего торжества. Думаю, товарищ Любомиров непременно захочет с вами. Глава девятая. О первых секретарях и черных кошках. «Ну, Павел Матвеевич!» — Матюша зачем-то поправил мне галстук, одернул лацко на моего пиджака, стряхнул с моего же плеча невидимую пылинку, а потом выдал. «С Богом!» «Да простит меня Владимир Ильич Ленин!» «Религия опиум для народа!» Мы с режиссером, который нес эту удивительную чушь, стояли в фойе неподалеку от входа в зрительный зал. А еще в фойе стоял тот самый Любомиров. Но значительно дальше он отирался возле коридора, ведущего к нашим с Матюшей кабинетом. Больше в фойе никого не было. Зрители уже разошлись по домам, находясь под впечатлением от фееричного финала нашей пьесы. Уверен, этот провинциальный гератишка столь оригинальной трактовки классики прежде никогда не видел. Думаю, сегодня им точно будет о чем поговорить. Актеров тоже пришлось отпустить от личных бесед, я, к сожалению, был вынужден отказаться. Потому что не успел сделать шага от кулисы после того, как Раечка, наконец, завершила свои вынужденные акробатические этюды, ко мне подбежала Аврора и сообщила голосом «Информбюро, мол, со мной сильно желает побеседовать Иван Ильич». «Какой Иван Ильич?» Я принялся лихорадочно вспоминать, кто из сотрудников ДК носит это имя, и на кой черт я сдался этому человеку. Любомиров тихо выдохнул замерзший рядом Матюша. Режиссер выглядел бледновато, надо признать. Его волосы стояли дыбом. В момент неудачного утопления Катерины, которая затянулась дольше положенного, по причине мести одной ревнивой особы, он драл свои лохмы кулаками. Был бы пепел, посыпал бы им голову. Хотя, возможно, сейчас ему такая возможность предоставится. После того, как меня сожгут на костре общественного порицания. Гнев первого человека в городе – дело такое. Могут анафеме предать и объявить врагом народа. Мол, специально я это придумал, чтобы выставить посмешищем супругу товарища Любомирова. А вместе с ней и самого секретаря горкома. Знаем мы, как это обычно происходит. Под монастырь можно любого подвести, было бы желание. А если до Любомирова уже дошли слухи о возможной интрижке директора ДК с его женой, так точно следует ждать расправы. Валентина Егоровна проявила чудеса изобретательности в своей мести. Сама-то она ни при чем. Ей велели, пришлось выполнять. Я ведь реально сказал, пусть ставит что угодно в эту проклятую яму. И не отвертишьте. Просить Матюшу врать не буду. У него и без таких просьб нервный срыв намечается. Я осторожно выглянул из-за кулисы. Перед сценой стоял тот самый мужик с букетом, на его плече заливалась слезами раечка. Он одной рукой гладил актрису по спине, а второй размахивал букетом, пытаясь его запихнуть на кресло, дабы полноценно заключить в объятия свою супругу. «Вы посмотрите, какая цацца!» — тихо сказал я в кулису, из-за которой одним глазом оценивал обстановку. «Очень интересный аттракцион вышел. Люди за такие развлечения деньги платят». Рядом нервно всхлипнул Матюша. Я покосился в его сторону, а потом добавил. «Наверное. В будущем, например. А она недовольна. Зато зрителям понравилось. Вон как бурно обсуждали необычное режиссерское решение, мол, то, что Катерину категорически отказывалось принимать река — это символ. Образность подачи сюжета. Потому как не тонет...» Я снова покосился на режиссера, который пятерней схватил очередной клок волос и попытался его вырвать. Что ж он такой нервный? Творческая личность, понятно, но Матюша принял всю ситуацию слишком близко к сердцу. «В общем, сами знаете, что не тонет», — закончил я свою мысль, решив не повторять комментарии зрителей, которые на самом деле достаточно громко звучали, пока народ покидал зал. А то режиссер пойдет на новый круг самобичевания. Матвей Сергеевич, считайте, вы совершили прорыв в советской драматургии. Никто ведь не понял, что случившееся, чистой воды, недоразумение. Подумали, будто так и надо. Раечка очень вдохновенно голосила. Играла-то она похуже, прямо скажем. Зрители всей душой поверили, что, возможно, таким образом режиссер осудил измену Катерины. Потому как советские женщины — самые достойные женщины в мире. Я снова выглянул из-за кулисы и посмотрел на семейную чету Любомировых. Чего вот она радает, не пойму. Ну, задралось у нее платье в полете пару раз, так и что. Чулки как чулки. Видали, и поинтереснее. — Павел Матвеевич, что сказать товарищу Любомирову? Снова подала голос Аврора, который надоело торчать рядом со мной и Матюшей. — Знаете, первый секретарь горкома — это серьезный человек. Я бы на вашем месте бегом бежала. — К несчастью, вы не на моем месте. Я строго посмотрел на девицу. — Хотя лично меня вполне бы устроило, если бы мы поменялись ролями. И бежать тоже никуда не собираюсь. — Подождет. — Вы что? Аврора в одну секунду сравнялась бледностью с Матюшей. — Товарищ Любомиров подождет? Вы в своем уме? Товарищ Голобородько! Товарищ режиссер, скажите вы ему... — Если еще раз услышу слово «товарищ», я вас выкину отсюда, — пообещал я практикантке. — Это же с ума можно сойти от такого количества товарищей. А теперь идите и передайте вашему ненаглядному первому секретарю. Пусть ожидает в фойе. Я скоро подойду. Мне с актерами нужно решить один вопрос. — Действительно важный. — Надо было видеть лицо Авроры в этот момент. Мир рушился. Кому-то оказалось глубоко. И искренне плевать на драгоценного ее комсомольскому сердцу Любомирова. — А мне вот, честно, реально было плевать. Возможно, дело в том, что я как бы в некотором роде уже умер. Что может сделать мне этот человек? За батуты никого к стенке не ставили. Да и потом сейчас 1950-й, а не 1937-й. Какие еще варианты? Сошлет? В Сибирь? Лес валить? — Очень сомневаюсь, что Наталья Никаноровна это допустит. Иначе им с блондинкой снова придется суетиться. Нового кандидата искать на роль напарника. Эти две особи, конечно, делают вид, будто не так я им важен. И вообще могли бы другого кого-нибудь прихватить. Но есть у меня четкое ощущение, что бабка, как и Настя, сильно недоговаривает. А иногда даже нагло врет. Обе врут. Пока не знаю, в чем именно, но разберусь. В общем, думаю, если товарищ Любомиров решит испоганить мне жизнь, бабка ему дулю с маслом выпишет. Или, например, отправит меня обратно. Я ведь выходит тоже попаданец. Хотя, как отправит? Наталья Никаноровна утверждает, я умер. В любом случае, просто так они меня не бросят. Собственно говоря, я не стал торопиться. Первым делом успокоил Матюшу. Есть опасения, с такой нервной системой он реально останется лысым. Поговорил с большей частью актерского состава, сообщив им, что наши индивидуальные встречи переносятся на завтра. Поискал за кулисами Валентину Егоровну, сильно желая прямо сейчас расставить все точки над «и», пока она еще чего-нибудь не натворила. Но зам куда-то испарилась. Наверное, решила переждать бурю подальше от меня. В общем, из зала я вышел, когда практически все остальные давно его покинули. Матюша топал рядом со мной, судорожно вздыхая. Но хоть волосы перестал драть, и то хорошо. Заметив первого секретаря, который с недовольным видом стоял в дальней части фойе, режиссер притормозил сам и меня задержал тоже. Сделал все эти странные манипуляции с галстуком и костюмом, сильно напоминая мамочку, которая провожает сына. В какой-то момент мне показалось, что его правая рука, сложив пальцы, дернулась вверх. Потом Матюша, видимо, отдумался и обошелся пожеланием с Богом. Я так понял, он был уверен, что мне сейчас будет конец. Долгий и мучительный. Этого Любомирова они реально боялись просто до одури. «Товарищ Голобородька!» Любомиров заметил меня, идущего к нему уверенным шагом, и двинулся навстречу. Рожа у него была ужасно недовольная. Казалось, он того и гляди, выдаст известную фразу. «Ты по что бояроню обидел? Смерт!» «Это что такое вообще? Как понимать?» «Вы отдаете себе отчет, кто вас тут ждет?» «Я битый час, торчу в фойе. А по-хорошему, это вы должны были торчать. Завтра по двери моего кабинета в горкоме с партбилетом в кармане, ожидая своей участи. Если бы не Раечка, скажите спасибо, что она относится к вам с большим, но очень для меня непонятным уважением. Вы можете представить, как сложившаяся ситуация выглядит со стороны. Я ведь имею полное право расценить произошедшее как попытку...» Любомиров осекся, а потом, нахмурившись, еще больше спросил. «Куда вы смотрите, не пойму». Я стоял рядом с Иваном Ильичем и даже собрался сказать что-то, соответствующее случаю. На самом деле планировал вести себя обычно, не заискивать, не кланяться, но и не хамить. В конце концов, реально ничего страшного не произошло. Но вот такая вышла ситуация. Что ж теперь? Никто не умер. Ничья честь не опорочена. Вообще не вижу каких-то трагических нерешаемых проблем. Однако, как только открыл рот и приготовился озвучить все эти мысли в ответ на гневную речь первого секретаря Горкома, мое внимание привлек... Кот. Или кошка. Не разбираюсь, не зоолог. Мне показалось, это та же самая черная животина, которую я уже видел днем, выходя из ДК. Кошка сидела прямо за первым секретарем копилочкой, склонив голову на бок и смотрела на меня на смешливым взглядом. И взгляд этот был очень красноречивый. Он будто говорил мне... «Эх, Паша! Ну что же ты за придурок? Серьезно?» Никогда раньше не встречал кошек со столь выразительными мордами. «Куда вы уставились, голобородька?» — повторил свой вопрос Любомиров, раздражаясь еще больше. «На вас, Иван Ильич!» — я оторвал взгляд от странного животного и посмотрел на своего собеседника. «А, по-моему, вовсе не на меня!» — Иван Ильич за время ожидания максимально накрутил себя. У него только что дым из ушей не шел. Я так понимаю, в большей мере дело было в том, что себя он мнил важнее всего остального. Факт моей задержки казался ему государственным преступлением. Кошка, сидящая за этим товарищем, закатила глаза, а потом наклонилась и сделала характерный... «Кхе-кхе!» Реально. Просто начала изображать, будто ее тошнит. Причем я почему-то был уверен, она притворяется. Показывает свое отношение к первому секретарю всей Огаркома. Это выглядело настолько смешно, что мои губы дрогнули. Очень странно, конечно, но в то же время действительно смешно. «Я вообще не понимаю, куда вы все время смотрите?» Любомиров обернулся. Кошка, как ни в чем не бывало, уже сидела ровно, будто только что не она имитировала настоящую реакцию на Ивана Ильича. «Почему животные тут у вас находятся? А это что, зоопарк вам? Нет, не зоопарк! Черт знает что! Где ваш кабинет? Идемте!» Любомиров развернулся и направился к двери, на которой висела табличка «Директор». Пришлось топать за ним. Кошка проводила нас насмешливым взглядом. Ну, хотя бы радует тот факт, что вижу ее не я один. А то уж начал сомневаться. Как-то не приходилось раньше встречать кривляющихся котов. Хотя, с другой стороны, у меня просто могла разыграться фантазия. Совпало. Показалось. Да что угодно. Может, животное реально шерстью подавилось. Едва мы оказались в кабинете, Любомиров заново начал свою песню. «Так, я требую объяснений. Что это за происки врагов моей супруги? И почему вы позволили такому случиться?» Иван Ильич, ну какие происки? О чем вы говорите? Просто совпадение, не более. Понимаете, нужно было подстраховать Раечку в момент падения. Я, честно сказать, ляпнул от балды, мол, что угодно делайте, хоть батуты ставьте. «Правда?» — перебил Любомиров. «А мне так не показалось. Совсем даже не похоже на случайность. Всем известно, насколько Раечка талантлива. Она в свое время не смогла поступить в театральное. Война, знаете ли. Но теперь ей представилась возможность оттачивать свой дар. Я сильно хотел взвыть, если честно. Этот человек вообще меня не слушает. Он настолько твердолобый, что уже придумал для себя версию случившегося. Обозначил виновных, надеюсь, непоименно, и теперь по-любому захочет возмездия за пролитые слезы супруги. Кстати, честно говоря, Раечка полная дура. Вон, как ее муж обожает. На кой черт ей голобородька понадобился? Нет, конечно, на фоне Любомирова с его одутловатым лицом, животиком, нависающим над брюками. С обозначившейся лысиной директор ДК выглядит просто орлом. Так-то, положа руку на сердце, внешне я очень даже ничего. Но твою ж мать! Первый секретарь! Раечка не понимает, что ее ждет в случае хренового развития событий. И о каком таланте толдычит мне этот товарищ? Я наблюдал спектакль с самого начала до конца. Хоть и закулис, но все же. Какой там к чертовой матери талант? И это при том, что я вообще не театрал. Но даже мне, человеку, выросшему на не очень хороших сериалах, игра Раечки показалась полной ерундой. В общем, Павел Матвеевич, решено! С должности мы вас снимем. Ну какая вам культура? Вы военный человек. Найдите себе другое занятие. К примеру, могу попросить товарища. В Свердловске он товарищ. Я немного отвлекся, задумавшись. А потому момент перехода к планам относительно моего будущего пропустил. Включился снова в разговор на самом интересном моменте. Подождите, как снимете? И Свердловск, я напряг память, вспоминая, что за город, почему я его не знаю. Потом сообразил, это же Екатеринбург. Он совсем манданулся. Любомиров моментально набычился. Его взгляд стал злым. По-настоящему злым. А я понял, предыдущая часть нашей беседы была лишь вступлением. Все он прекрасно знает. И про Раечку, и про слухи. Кто-то уже донес. Ему глубоко плевать на то, что его жена летала на глазах у горожан, сверкая задом. Ему гораздо важнее добиться, чтоб Голобородька чухнул отсюда куда подальше. Это вы. Я посмотрел в блеклые совиные глаза Любомирова. Хотя нет, не совиные. Шакальи. Вот на кого он похож, несмотря на большой вес, полноту и плюшевые щеки. Натура у него шакалья. Это вы посоветовали Валентине Егоровне поставить черта в батут. Она ведь с вами общалась недавно, верно? На одну щекотливую тему. Судя по тому, как полыхнул ненавистью взгляд первого секретаря, я угадал правильно. Действительно, месть местью, ревность ревностью, но устроить такое выступление жене большого человека мой зам не решилась бы. Если только это не распоряжение самого большого человека. Видимо, от Вальки он и про возможную измену узнал, а потом пообещал ей, что выпроводит из города Голобородька. Тогда Валентина, как настоящая декабристка, рванет за ним в Сибирь, где они, наконец, благополучно образуют новую ячейку общества. Потому как выглядеть рогоносцем Любомиров не хочет. А будет, если не придаст своим действиям приличный вид. Просто так любовнику жены морду не набьешь, из города не выкинешь. Сразу народ узнает и будет обсуждать, а тут, тем более, все более чем прилично. Не знаю, как дальше сложилась бы наша беседа, ее прервали самым беспардонным образом. Дверь кабинета с грохотом распахнулась. В комнату вошла Наталья Никаноровна. Вместо светлого костюма, который я запомнил, на ней теперь было надето темно-синее платье. Но шляпка на голове неизменно присутствовала. В цвет пальто. В руке бабка держала очередной редикюль. Ай, Наталья Никаноровна мило улыбнулась. Не помешала? — Помешали! — ряхнул первый секретарь горкома. — Я старалась. Бабка ногой зацепила дверь и толкнула ее в обратную сторону, закрывая. Затем прямой наводкой приблизилась к Ивану Ильичу. — Что ты там сейчас говорил, убогий? С должности Павлу шу снимешь. У Любомирова от злости покраснело лицо, одновременно покрываясь белыми пятнами. Столь откровенного неуважения к своей персоне он точно раньше не встречал. — Да я вас! Я вас всех! Он сжал кулак и поднял руку вверх, изображая, что конкретно со всеми нами сделает. — Значит, слушай сюда, милок. Не ты его на эту должность ставил, не тебе снимать. Так что мысли свои глупые брось. А чтоб дел плохих не натворил, давай-ка мы вот что. Бабка подошла совсем близко к Любомирову. Задрала голову, потому как ростом он был значительно выше, а потом, пристально глядя ему в глаза с улыбкой, сказала. — Ты, Ванька, Ильин сын, сейчас забудешь все, что произошло в последние... А давай в последние два дня. Как раз к тебе, Валька, сучка злобная, прибежала. На женушку доносила. — В твоей памяти останется лишь сегодняшнее выступление, которое прошло отлично. И Райка твоя молодец, и спектакль удался на славу, а впредь... Если задумаешь гадость Павлуши сделать, зло причинить, так в тот же момент загавкаешь. Бабка встала на цыпочки, потянулась вверх, а потом со всей дури шлепнула первого секретаря горкома ладонью по лбу. Реально, такой звук еще вышел громкий. Я от неожиданности даже вздрогнул. Думаю, ну все. Сейчас точно свето-представление начнется. Бабка всласть по башке лупит. Любомиров моргнул, встряхнул головой, а потом повернулся в мою сторону. — Павел Матвеевич, что сказать хотел? Прекрасный спектакль. Лично хотел поблагодарить. А я пойду, наверное, что-то нехорошо себя чувствую. — Идите, конечно, Иван Ильич, — влезла Наталья Никоноровна. — Вас там супруга, наверное, заждалась. — Супруга, да, Раечка. Первый секретарь развернулся и вышел из кабинета. — Охренеть! — высказался я, глядя ему вслед. Других слов у меня не нашлось. Глава десятая. О несправедливости бытия и жилищном вопросе. Из кабинета бабка умчалась вслед за Любомировым, высказав перед уходом пожелание, чтобы я немедленно брал в свои руки своей же ноги и рысью скакал за ней, так как меня без присмотра оставлять нельзя. Реально, так и заявила. — Павлуша, есть ощущение, ты один способен натворить очень много разных дел. Таких дел, с которыми потом замучаешься разгребаться. Что-то я уже не уверена в Настяных словах насчет соответствия твоей кандидатуры нашим требованиям. Боюсь, придется не за попадонцами бегать, а тебя из всякого дерьма вытаскивать. Помощничек. Последние слова она бросила уже на выходе через плечо и тут же исчезла за дверью. Лично я с такой формулировкой был категорически не согласен. Вот уж кому-кому, а мне в данной ситуации точно предъявить нечего. Я вообще, можно сказать, жертва обстоятельств. Однако озвучить эту весьма справедливую, на мой взгляд, мысль не успел. Наталье Никаноровне уже след простыл. Только пыль столбом. Вообще, конечно, манера общения у этой дамочки очень мало соответствует и образу, и возрасту. Выражается как творовая шпана, честное слово, а ведет себя еще хуже. В итоге пришлось топать за ней на улицу, где в машине меня ждали и бабуля, и Настя. Пока шел к выходу, несколько раз оглянулся. Хотел проверить, не ошивается ли рядом черная кошка. Думал, увижу, заберу с собой. Однако никого, кроме вахтерши бабы Маши, так и не обнаружил. Ехали мы молча. Вела машину блондинка, я сидел рядом, а бабка храпела на заднем сидении. Уже заметил, стоит ей принять сидячее положение, она моментально засыпает. Или делает вид, что засыпает. Сейчас, уверен на сто процентов, точно специально притворяется. Избежало таким образом вопросов про загадочные манипуляции с Иваном Ильичем. А вопросы, между прочим, имелись. Много. И про странных кошек, которые художественные миниатюры разыгрывают. И про ревневых мужей, в одну секунду превращающихся в интеллигентных граждан. И про то, откуда вообще взялась сама Наталья Никаноровна. Как она поняла, что требуется помощь. Об этом даже Настя, которая все время сидела в автомобиле, не знала. Но больше всего, конечно, мне интересно, каким это чудесным образом бабка шлепком ладони Любомирова превратила в блеющего барана. Нет, я про всякие чудеса, конечно, слышал. Наложение рук, лечение, все дела. Про экстрасенсов там, мистиков всяких. Но бабка-то как раз ничего никуда не накладывала. Она, считай, первому лицу города, практически оплеуху отвесила. И это лицо внезапно начало страдать кратковременной потерей памяти, сменившей рьяное желание отправить меня максимально быстро в Сибирь. Покосился на блондинку, соображая, не спросить ли ее. Бабка храпела так демонстративно, что там и пытаться не стоит. Настя, правда, тоже смотрела прямо на дорогу, мои взгляды игнорировала. Вообще-то надо предупреждать. Высказался я в воздух, ни к кому не обращаясь, типа сам с собой говорю. Затем потянул галстук, расслабляя узел. Мечтал об этом последние несколько часов. Данный предмет одежды раздражал меня неимоверно. Не могли сказать, что у них тут и драма, и трагедия, и любовная интрига. Возмущался я достаточно тихо для того, чтобы никто не брал мои слова на свой счет. Но в то же время достаточно громко, чтобы последовала какая-нибудь реакция. Павлуша, тебя зачем отправили? Бабка вдруг резко открыла глаза и, оторвавшись от спинки сиденья, села прямо. Удивительные чудеса, однако. Только что от ее храпа волосы дыбом вставали, а теперь у бабки сна не в одном глазу. То есть я был прав. Старая, хитрая лицемерка, вот она кто. Тебе сказали оценить актеров и понять, в ком из них может быть попаданец. Ну так, навскидку. Выбрать две-три кандидатуры, а потом уже двигаться дальше. И что ты сделал, а? Наталья Никаноровна всплеснула руками, потом сложила ладони домиком и прижала их к груди. Видимо, сейчас польются реки сарказма. А ты у нас, Павлуша, за несколько часов бабами обвешивался, как елка и игрушками. Устроил тут цирк с кловунами. Сразу не мог понять, что Вальку злобой захлестнула. Не проверил, не узнал, что она там затеяла. И райка эта. Далась она тебе. — Я? Я обвешался? У меня от несправедливости обвинений случился кратковременный приступ офигевания. — Вы совсем, что ли? Сами ни слова не сказали, а я теперь виноват? Не объяснили, не ввели полноценно в курс дела. — Павлуша, ты директор ДК. Работенка не пыльная, только найди какого-то мудака, который ухитрился влезть в какого-то другого мудака. Я передразнил голосом интонации, свойственной Наталье Никаноровне. Бабка в ответ возмущенно заохала сзади. — Не обязательно говорить в мужском роде, это вполне может быть женщина. Вмешалась в наш диалог Настя. Она, видимо, решила таки подать голос, а не только тупо пялиться на дорогу. Интересный момент. В присутствии Натальи Никаноровны блондинка становилась крайне молчалива. Это давало повод предположить, что большой босс в нашей троице — злобная бабуля. Блондинка будто соблюдала субординацию, когда эта старая сволочь находилась рядом. — Может быть, а может и не быть, — ехидно прокомментировала слова блондинки Натальи Никаноровны. — Гадаем на кофейной гуще. Может, картишки раскинем? Посмотрим, что у нас там по ранней дорожке, да в казённом доме. Того и гляди, просрём нашего бегунка. Потом что? Ищи его неизвестно где. Они же шустрые, как чёрт знает кто. Видали, как по кухне тараканы разбегаются, если ночью свет включить? Вот попаданцы ещё шустрее. И вреда от них в разы больше. — Не просрём. Я насупился. Несправедливые слова Натальи Никаноровны про то, что бабы по моей вине на меня же прыгают, выбесили изрядно. Ладно, реально моя вина имелась бы, так ведь нет. А уж про то, какие бабы, вообще молчу. Нахрен бы они мне сдались. Кстати, а что вы сделали с этим Любомировым, не хотите объяснить? Я решил, если уж разговор у нас идёт на повышенных тонах, терять мне всё равно нечего. Спрошу прямо в лоб. Мы вроде как партнёры, нам вроде как не положено тайно иметь друг от друга. Да и рискованно, знаете ли. Вот не понравится вам моё поведение, подойдите, по лбу стукните, и стану я козлёночком. А ты не делай так, чтобы не понравилось, бабка ехидно улыбнулась. Тогда всё будет хорошо. Да и потом. Рано тебе ещё знать. Ты к некоторым вещам ещё не готов. Всему своё время. Будем считать просто ловкость рук и никакого мошенничества. Наталья Никоноровна высказалась, недовольно фыркнула, а потом снова развалилась на заднем сиденье, изображая себя спящую красавицу. Хотя бы снова храпеть не начали, и то ладно. Приехали, сообщила вдруг Настя. Видимо, её фраза предназначалась мне, потому что бабка признаков жизни не подавала и точно не планировала выходить из машины. Я выглянул в окно, моргнул несколько раз, соображая, где мы есть. А потом с удивлением посмотрел на блондинку. — Куда приехали? Это не то место, куда вы меня из морга привезли. Там промзона была, а тут старый жилой район. Очень старый. — Конечно, не то место, — Настя пожала плечами. — Там наша база, штаб, а тут твоя комната в коммуналке. Вернее, не лично твоя, конечно, государственная. Та, в которой жил Голобородько. Я дослушал Настю до конца, а затем снова посмотрел на улицу. Мы остановились возле красного длинного трёхэтажного дома, который выглядел так грустно, что хотелось забраться на заднее сидение к Наталье Никаноровне и тоже сделать вид, будто у меня случился литургический сон. — Не хочу в коммуналку. Я повернулся к блондинке и затряс головой в доказательство своих слов. Чтобы точно было понятно, насколько сильно не хочу, мало ли, а вдруг у кого-то имеются сомнения. — Да, будь проклят тот день, когда я решила подключить к нашей работе постороннего человека! — Будь проклят тот день, когда я вообще решила подключить к работе человека! Наталья Никаноровна снова подскочила на заднем сидении, очень резко очнувшись ото сна. Она одним движением поправила шляпку, а потом наклонилась вперед, просунув голову между мной и Настей. — Павлуша, я бы сказал, а Христом Богом прошу, вали уже отсюда домой, но не могу. Нельзя мне различные имена поминать, а в остальном... Бабка вздохнула, откашлялась и со всей дури гаркнула мне прямо в ухо. — Бегом к себе ложись спать! Тело с душой должны окончательно соединиться, сообразительный ты наш! Оно, это тело сутки назад в морге мертвее мертвого валялось. Чего добиваешься, не пойму? Чтобы гнить начало? Чтобы конечности перестали работать, а? Ты же современный человек! Кино про всяких там зомби-херамбе смотрел, поди! Знаешь, что бывает, если тело по какой-то причине бодрствует, а музыком не управляет? — Вот что вы за человек! Я обернулся посмотреть с укором на бабку, а потом добавил. — Мегера. И зомби, чтоб вы понимали, не существует. — Паш, тебе нельзя долго на базе находиться. Она в таком месте располагается. Как бы выразиться, чтоб понятно было. Там времени нет, ну то есть не течет там время. Ни черта в общем нет, — спокойно пояснила блондинка. — Условно можно сказать, наш штаб находится нигде. Если будешь жить там постоянно, закончится все очень плохо. И поверь, даже зомби покажутся тебе приятной перспективой. — Ну вот! — Я снова повернулся к бабке, а потом кивнул в сторону блондинки. — Вот, Настя, хороший человек, адекватный, нормально говорит. А вы только орете и материтесь. Как психичка. Не дожидаясь ответа Натальи Никоноровны, вылез из машины, демонстративно хлопнул дверью и направился к подъезду, над которым горела одинокая лампочка, висящая на проводе. — Эй, уравновешенный ты наш! Имелось сильное желание завернуть руку за спину и показать средний палец одной наглой невыносимой старухе. Вместо этого я, как воспитанный человек, обернулся на ее окрик. Из окна машины торчала довольная физиономия Натальи Никоноровны. Она даже стекло опустила, чтобы высунуть в образовавшееся отверстие свою башку вместе со шляпой. Хоть бы она застряла там, что ли. Мелоча, как было бы приятно. — Спросить, какая именно квартира не желаешь, или будешь в каждую ломиться? — насмешливо поинтересовалась старуха. — Наталья Никоноровна. Я развернулся к ней лицом и поклонился низким поклоном, прижав одну руку к груди. — Не сгуби, скажи, куда мне сирому и убогому идтить? — Ну да, — бабка подсокла языком. — А говоришь, я психичка. — У тебя вон вообще с башкой что-то неладное. — На второй этаж поднимешься и сразу направо. Твоя комната в самом конце коридора рядом с туалетом. Наталья Никоноровна послала мне воздушный поцелуй и подняла стекло. — Кто бы сомневался. Конечно, рядом с сортиром. — Теперь же мне самое лучшее достается, — говорил я. — Естественно, сам с собой. Едва бабкино лицо исчезло за стеклом, тачка моментально сорвалась с места. Мне оставалось только смотреть, как эти две особы выруливают со двора, направляясь туда, где как минимум есть холодильник. Даже диван с его убогими розами казался мне сейчас очень даже родным и близким сердцу. — Конечно, нашли отмазку. У самих там тишина, покой, жратвы, наверное, полно. Я сплюнул на землю, а потом направился к подъезду. Стоять в темноте посреди двора глупее не придумаешь. Поднялся на нужный этаж, остановился возле нужной квартиры. О коммуналках представление у меня имелось смутное, но заведомо очень негативное. Я вообще, в принципе, не сторонник коллективизма, как явление. Даже в студенческие годы никогда не таскался в общаги к девчонкам. Я девчонок себе таскал. А теперь, оказывается, мне придется жить среди чужих посторонних людей. Общий сортир. Общая ванная. А есть там, кстати, ванная. Вдруг они в тазиках моются. Размышляя о предстоящих испытаниях, протянул руку, собираясь постучать, потому как ключа у меня не имелось, а у квартиры, в свою очередь, не имелось звонка. Однако в этот момент дверь распахнулась, и в подъезд выскочил мужик лет пятидесяти. Маленького роста, плюгавый, с красным носом и дымящейся цигаркой в зубах. О, Павел Матвеевич, здорово! Вовремя ты! Вчера чего не было. Я к тебе заходил, постучал тишина. Ну да ладно. Главное, вот он ты, живой-здоровый. А у нас новость. Представь себе, Зяма, муж Розочки вернулся. Прям за пять минут до тебя. Заходи, заходи сейчас, стол накроем, все как положено. Я к Петровичу. Мужик наклонился ко мне совсем близко, а потом ударил ребром ладони себя по шее и подмигнул. Благородного зелья взять. Время позднее, а у Петровича для таких случаев всегда найдется. Заходи, не стой, сейчас вернусь. Ольга нога тут, а другая там. Не дожидаясь моего ответа, мужик кинулся по лестнице вниз, перескакивая ступени. Я в изумлении смотрел ему вслед. Во-первых, мой сосед, а очевидно это сосед, вообще не заморачивался тем, слушаю ли я его. Просто вывалил ворох информации и все. Во-вторых, он даже не удивился, что Голобородько пришел живой, хотя, по идее, Голобородько должен быть мертвый. Хотя. С другой стороны, соседи могут быть не в курсе, забрали-то Павла Матвеевича с работы. Насчет коммуникации тут сейчас туго. Общедомовые чаты отсутствуют за неимением мессенджеров, а мессенджеры отсутствуют за неимением смартфонов и айфонов. Сейчас, наверное, даже старые дисковые аппараты — признак шика. Я решил, черт с ним. Если эти граждане о кончине Голобородько не в курсе, мне же проще, не придется объясняться. Поэтому Шире открыл дверь и вошел в квартиру. Передо мной тянулся длинный, очень длинный коридор. По обе стороны виднелись двери. Дверей было до хрена. Сколько же здесь живет людей, интересно? При виде такого количества комнат вспомнился старый прикол. Чисто петербургский страх. Прийти впервые к друзьям в коммуналку, пойти в туалет и забыть, в какую из двухсот дверей тебе нужно. Вот сейчас я испытывал приблизительно то же самое. В конце коридора, судя по всему, находились туалеты-ванные. Слева рядом с хладной дверью, у которой я в данную секунду замер, судя по запахам, располагалась кухня. Вот как раз оттуда и раздавались громкие, счастливые голоса. Я на цыпочках сделал несколько шагов, планируя тактично проскочить к себе. Однако одна из дверей открылась, и в коридор вывалился мужик в семейных трусах, пиджаке, на голое тело и в галстуке. Следом за ним появилась маленькая щуплая женщина, наряженная в халат загадочного цвета. Скорее всего, прежде на нем просто был рисунок, а теперь этот рисунок стерся от времени и большого количества стирок. — Боря, что за вид? Мы приличные люди. Борис, приличные! — ругала женщина мужика. — Нюра, да что мне до твоих приличий, если жарко в доме? Решил раздеться. Могу я раздеться в своей комнате? В нашей квартире? Могу? — Боря, тогда зачем тебе галстук? Это выглядит очень странно. Борис, тебя примут за ненормального. Продолжал обубнить женщина с и меня за мужем мелкими шажочками. Очевидно, парочка именно супруги. — Нюра, что значит, зачем галстук? А вдруг кто-нибудь в такие посторонние войдет? — резонно ответил Борис. Потом заметил меня, завлыбался и ускорился навстречу. — Павел Матвеевич категорически приветствую. Заворачивай к нам на кухню. Зяма вернулся. Я понятия не имел, кто такой Зяма. И мне вообще было до фонаря, что он вернулся. И я хотел, пользуясь случаем, проскочить в комнату, чтобы ментнуться в душ, если таково имеется, и рухнуть спать. Бабка все же права. Видимо, тело еще пребывало в шоке от того, что его продолжают нагло пользовать. В данный момент у меня начало болеть все и везде. Нелли суставы, выкручивала мышцы. Короче, полный набор. Точно бабка накаркала. Но Борис вообще не планировал слушать мой ответ. Он ухватил меня за рукав и потащил в кухню. Следом за ними продолжалось именить Нюра. — Ты, главное, Павел Матвеевич Недреев, отправим мы тебя в Москву. Чай не чужие, — приговаривал Борис, при этом не выпуская рукав пиджака. Я даже начал опасаться, он оторвет его к чертовой матери. — Ты, конечно, там жил раньше, но сейчас такой повод серьезный. Никсоны там всякие, шмикссоны. Глядишь, самого Хрущева увидишь. Лично. А вот это было реально неожиданно, потому что ни о генсеке, ни об американском президенте я точно услышать не планирую. Глава одиннадцатая. О неожиданных поворотах и загадочных старухах. История выходила странная и где-то даже удивительная. У меня вообще, если честно, имелось ощущение, будто я снимаюсь в фантастическом фильме. Хотя нет. Не фантастика, скорее фантасмагория. Просто обстоятельства, события и люди сильно были похожи на отдельные части сценария, которые писал какой-то неадекватный сценарист. Бабка, актеры, матюша, коты, Любомиров с его ненавистью. Теперь вот новые горизонты, похоже, открываются. Я еще от старых не отошел, еще не осознал до конца произошедшее, а мне уже приготовили очередной сюжетный ход. По стечению обстоятельств Павел Матвеевич, как мной было совершенно случайно выяснено, прямо перед своей смертью получил приглашение на выставку, которая должна открыться в Москве. Выставка эта связана с достижениями американской промышленности, о чем свистящим шепотом, оглядываясь на темные углы квартиры, сообщил Борис, пока мы шли в кухню. Не знаю, что больше всего было в этой информации секретного, что выставка промышленная или что она американская. Причем на вопрос, от кого поступило приглашение, нормального ответа не последовало, кроме рассказа о конверте, который принесли Голоборотико по месту жительства. Ничего вразумительного не услышал. Конверт был принят соседями в отсутствие адресата и бессовестным образом вскрыт. — Ты пойми, Павел Матвеевич, вручают нам конверт, на нем герб. Подумали, вдруг что-то срочное. Прижимая руку к груди, на ходу твердил Борис. — Мы исключительно ради беспокойства о тебе. Как только выяснилось, что он собрался меня куда-то провожать, да еще припомнил вообще далеко не последние лица в стране, я сильно напрягся, начал расспрашивать. — Все-таки не дурак, имя генсека знаю. Но и про одного из американских президентов тоже слыхал. В конце концов, мозги какие-никакие имеются. Правда, если не ошибаюсь, президентом Никсон должен стать позже лет на десять. По школьной программе, я точно помнил, скоро грядет Карибский кризис с участием Кеннеди и его же убийства. Значит, получается, Никсон пока еще занимает другую должность. Да и хрен с ним. Как говорил герой одного старого фильма, мало ли Донов Педро в Бразилии. Мало ли было этих президентов в Америке, они их там даже пронумеровали, бедолаги. Не в этом суть. Вопрос в другом. Как удивительно все совпало. Бабка с самого начала говорила, попаданцы любят лезть в самые верхи. И, в принципе, будь я на месте попаданца, хотя, условно говоря, и так на нем, непременно постарался бы попасть на эту выставку. Ну, отличный шанс добраться до первых лиц не только своей страны, но и Америки. Вот только непонятно. Пригласили голобородька одного, вроде как, причем тут неизвестный попаданец. И связано ли это вообще? — Павлуша, хватит спать! Я от неожиданности вздрогнул, а затем повернул голову в сторону Натальи Никоноровны, которая сидела в своем обожаемом кресле. — Того и гляди, мордой в пол упадешь. Не время дрыхнуть, что за люди пошли. Все бы вам пожрать да поспать. Бабка наблюдала за мной, прищурив один глаз. Кто бы говорил, я поелозил задницей по унылым диванным розочкам, устраиваясь поудобнее. На самом деле спать хотелось сильно, потому что моя ночь прошла вообще не так, как планировал. Соседи постарались. Дай бог этим прекрасным людям здоровья. Хотя насчет здоровья очень сомневаюсь. Если учесть, как они проводят свой досуг, никаких запасов организма не хватит. После того, как мы с Борисом и его женой оказались в кухне, я сразу понял, покоя мне не видать. Граждане, которые там находились, были очень шумными, активными и явно затеяли грандиозное мероприятие. Несколько тумбочек, в них обычно хранится посуда, сдвинули друг к другу. Благодаря этому получился один большой стол, на котором стояла огромная чугунная сковорода с жареной картошкой, миска с квашеной капустой, тарелка с солеными огурцами и еще одна с нарезанным тонкими кусками салом. В вазочке, используемой нормальными людьми для варенья, лежали соленые же помидоры. Компания, не сказать, чтобы была сильно большой. В кухне присутствовали трое женщин и еще столько же мужчин. Остальных жильцов либо не пригласили, либо весь состав уже здесь. Одна из дам, как приклеенная, висела на среднего возраста гражданине. Этот гражданин сидел во главе стола и вид имел необыкновенно счастливый. Его впалые щеки раскраснились, глаза блестели. Не знаю отчего. То ли от коллективного внимания, то ли от прижимающейся к нему всем телом дамочки. Она так старательно и активно это делала, что ей осталось только на голову мужику забраться. Видимо, он и есть виновник торжества. Тот самый Зяма. — Столько лет, Зиновий! — Борис с порога включился в разговор. Я же бочком протиснулся к ближайшему стулу и осторожно присел с краю. Решил сейчас отвлекутся, сбегу в свою комнату. Мне моментально подсунули тарелку, навалили в нее картошки. Сверху шмякнули горсть капусты. Рядом с тарелкой, словно из воздуха, появился граненый стакан, в который один из мужчин плеснул самогона. Происхождение напитка я сразу определил по запаху. Причем запах был настолько ядреный, что возможность ошибки исключается. Я так-то не особо любитель прибухнуть. Что-нибудь вкусненькое, типа хорошего вискаря или коктейля в баре куда не шло. Но самогон... Спасибо. Пожалуй, воздержусь. Я тактично отодвинул стакан в сторону. Матвеич, ты чего? Мужик, который наливал, посмотрел на меня с подозрением. Мы ж тогда тебе доверять никогда не сможем. Надо пить. Ты разве против коллективу? Честно говоря, вообще не выловил связи между доверием и нежеланием лакать это пойло. По-другому назвать не могу. Однако мужик решил перейти от слов к делу. Он схватил стакан, сунул мне его под нос, а потом громко заявил. У Павла Матвеича штрафное. Ну-ка, за здоровье зямы. Давай, Павел Матвеич, ну! Я только открыл рот, собираясь возмутиться. А мне уже одним движением залились сие зелья внутро. Честно сказать, в этот момент. Я осознал смысл выражения «глаз на жопу натяну». Только он у меня натянулся сам, без постороннего участия. Я реально забыл, как дышать. Закашлялся, хватая воздух ртом. Это тоже была ошибка. Отвратительный вкус не исчез, он, наоборот, стал сильнее. — Выдохните, Павел Матвеич, — ласково сказала сидящая рядом женщина. — И занюхайте, вот, кусочком хлебушка. — Ну, молодца! — мужик хлопнул меня со всей дури по спине. — А мы уж переживать начали. — Как это так? Новый сосед у нас не пьет, не курит, с людями лишний раз не поговорит, чего только не думали. А все нормально оказывается. Стеснялся либо? Я утер одинокую слезу, взял хлеб, сунул его в рот и сосредоточенно принялся жевать, от всей души желая этим гражданам провалиться к чертовой матери. А еще я не против, чтобы туда же, к чертовой матери, провалилась старуха. Не могла она, что ли, подобрать приличного тела, которое живет в приличных условиях с приличными людьми. Однако... Странное дело. Буквально через пять минут внутри стало тепло и даже как-то приятно. Второй стакан пошел уже хорошо. Я даже не сильно чувствовал этот отвратительный запах. — И где ж ты был, Зяма? Борис, наконец, своим вопросом отвлек внимание присутствующих от моей персоны. Все одновременно повернули головы к виновнику торжества с интересом, ожидая от него подробностей. — Где был? Где был? Зяма высвободил руку, на которой висела дама. — Вообще-то я хотел быть на морях, но был в лагерях. — Вот такой каламбур выходит. — Как в лагерях? Ты ж на гастроли уехал. Четыре года назад. Мужик, который наливал самогон, замер. Он в этот момент хапнул пятерней капусты и собирался положить ее в рот. Так и завис с капустой возле рта. Надо отметить, остальные тоже немного напряглись. Даже розочка, а я подозреваю, именно она висела на своем супруге, чуть отстранилась от благоверного. Зяма крякнул, вытер рот и руки кухонным полотенцем, а потом достал из внутреннего кармана пиджака какой-то документ. — Вот такая вышла гастроль, видишь? Подлинник об амнистии. Хотя, между нами говоря, кое-кто сделал бы эту ксиву гораздо качественнее и быстрее, понимаете? — Быстрее, а не четыре года! Чтоб моему началагу и кнулось прямо сейчас. — Зяма, как? За что? — розочка охнула и снова повисла на крепкое мужское плечо. Вцепилась она теперь еще сильнее, чем прежде. Наверное, опасалась опять остаться без мужа. — А я тебя все четыре года поминала плохим словом. Так и говорила подлец он, проходимец, уехал со своим оркестром. Нашел себе там зазнобы и все. Пишите письма. Пишите письма мелким почерком. — Ну, за что, за что? — Зиновий почесал затылок. — Если бы один неумный человек не выменял флюгель гор на патроны от немецкого Вальтера, а товарищ старший майор случайно их не нашел. Да если бы все это приключилось дома, а не за границей, на гастролях в Болгарии, ничего бы и не было. — Ни лагерей, ни интернационала на морозе. — Вот скажите, зачем нашему скрипачу патроны от немецкого Вальтера? Он что, чемпион Мордовии по стрельбе? — Нет. — Нам могли бы дать за это орден? — Нет. — Нам дали срок и по морде. Дикая случайность, которая мне вышла боком. — Хотя, как посмотреть? — Какие патроны? — Зяма, ты бандит? — Нет. Ты, Зяма, музыкант. Так при чем тут патроны? И почему за это время не написал ни слова? Розочка нервно вздохнула грудью, одним глазом пытаясь рассмотреть документ в руке мужа. Видимо, сомнения насчет того, где он был четыре года. У нее остались. Зато остальные, наоборот, расслабились. Причина, по которой Зиновия занесло в места не столь отдаленные, их явно успокоила. — Розочка, не компостируй мне мозг в голове. Я не бандит. Я жертва обстоятельств и случайностей. А писем не было, потому что не хотел висеть на твоих хрупких плечах. Душа моя тяжким грузом. Зяма повернулась к мужику, который отвечал за самогон. — Налейте, Николай Савович. Воспоминания о жизненной несправедливости причиняют мне невыносимую боль. — Хорошие случайности присесть на пятилетку, — Розочка фыркнула. — Дурэнда, скажи спасибо, что за это, а не что-то другое, — тихо прокомментировала сидящая рядом со мной особо. — Да что вы, честное слово, — Борис махнул рукой. — Сейчас за другое уже не сажают. — Нет, это у вас, Велимира Карловна, пережитки прошлого засели намертво. И вот в таком ключе прошла вся ночь. Вернее, большая ее часть. Тем более не успели мы выяснить подробности того, где четыре года был зяма, как в кухне нарисовался тот самый мужик, которого я встретил в подъезде. Из-под палой пиджака он жестом фокусника вытащил бутыль с мутным содержимым, чем изрядно обрадовал присутствующих и сильно огорчил меня. Судя по количеству зелья, закончится этот праздник жизни не скоро. Естественно, пить я все так же не хотел и не собирался. Но, естественно, моего мнения все так же никто не стал спрашивать. В итоге смыться из кухни мне удалось лишь под утро. Когда закончились разговоры о вечном, были спеты все песни, и народ начал потихоньку рассасываться по своим комнатам. Соседям хорошо, им никуда не нужно было идти. Суббота. А вот у директора Дворца культуры, похоже, нет выходных. Потому как в восемь утра меня уже растолкала блондинка. Я бестолкованно на нее вытаращился, поморгал, потом накрылся с головой и отвернулся к стене. Решил, так как в комнате Настя оказаться не могла, значит, мне это просто снится. Однако для видения блондинка оказалась слишком резвой, а нарывком сдернула с меня одеяло, откинула его в сторону. Затем, сложив руки на груди, принялась толдычить одно и то же. Смысл ее слов сводился к тому, что сон — лишнее и совершенно ненужное дело, тем более, когда на моей совести судьба человечества. Насчет человечества я, конечно, преувеличиваю, но про совесть точно было. В итоге стало понятно, в покое меня не оставят. Поэтому, проклиная все на свете, сполз с постели, сходил в ванную, умылся. Принять душ не рискнул. Ванная комната, если это можно так назвать, выглядела слишком грустно. Душ, как таковой, имелся. Врать не буду, но он крепился прямо на потолке, снять его, естественно, возможности не было. По внешнему виду он напоминал насадку для садовой лейки. Слив находился вообще в полу. Просто посреди помещения. Рядом стояли табуретки с тазами, в которых лежало замоченное белье. В общем, я подумал, что вопрос с моей личной гигиеной пусть бабка решает. Как хочет. Не могу в таких условиях. И все тут. Потом натянул одежду, благо в шкафу нашлась свежая рубашка и брюки. Ее жесть то ли от похмелья, которая имела место быть, то ли от впечатления произведенного душевой, потопал вслед за Настей. Оказалось, нам срочно надо на базу. Ключевое слово — срочно. А что за важность? Не пойму. Я всю дорогу пытался свернуться на пассажирском сидении к калачикам и подремать еще хоть пять минут. Наталья Никаноровна сказала, у нас совещание. Какая же мерзкая особа твоя, Наталья Никаноровна, высказался я с чувством. Слушай, а кто она вообще такая? Просто в поликлинике тогда фокусы исполняла, потом с Любомировым. Нет, помню, ты про ведьму рассказывала какую-то, но... Черт! То, что бабуля с первым секретарем сделала, ну, хотя бы там слова какие-нибудь сказала, палочкой помахала. Какая палочка, Паша? Какие слова? Блондинка засмеялась. Абракадабра? Трах тебе дох? Ну, зачем? Можно авадокедабра. Мы, в конце концов, культурные люди. И молнию Любомирову на лбу как захерачила бы. Паш! Настя перестала хихикать, она вдруг стала очень серьезной. Наталья Никаноровна не ведьма. Не волшебница. И даже не фея. Сказать тебе не могу, кем она является. Рано. Ты на самом деле к этому еще не готов. Единственное, поверь, не нужно с ней ругаться, припираться и все такое. Она, скажем так, не сильно любит вашего брата. Какого брата? Я даже голову оторвал от сиденья, повернувшись к блондинке, чтоб видеть ее лицо. Юристов. Шатунов. Мужиков. Нет, Паша. Людей. В этот момент улица, по которой мы ехали внезапно, стала темной, будто кто-то очень резко выключил свет. Вместо домов, а я их видел только что своими собственными глазами, возникла та самая промзона. Я от неожиданности икнул и открыл рот, уставился в окно автомобиля. Секунду назад мы мчали по вполне себе утреннему городу, а сейчас будто под землю провалились, или в тоннель попали, или... В общем, с чем не сравнивай, а получается хрень какая-то. Не понял. Снова повернулся к блондинке. А где улица? Сказали же тебе, это место вне всего. Блондинка уверенно свернула к знакомым воротам, которые при нашем появлении медленно начали открываться. «Да вы до хрена чего сказали», ответил я ей в сердцах. «Только из всего этого ни черта логических выводов не сделаешь. Одни загадки и тайны». Блондинка промолчала. Она загнала машину в гараж и сразу выскочила наружу. «Я хотел бы сказать, что тоже выскочил, но ничего подобного. Я выполз». «Не знаю, возможно, из-за внезапного перемещения у меня теперь кружилась голова и подкатывала тошнота». «Пить надо меньше», раздался знакомый голос. Старуха уже привычно сидела в кресле. Даже не дернулась при нашем появлении. Я с сомнением уставился на Наталью Никаноровну. Уже в который раз она говорит что-то, словно в ответ на мои мысли. «Но...» «Это же невозможно». «Наверное». «Хотя то, что произошло со мной, тоже невозможно». «Садись, алкоголик», бабка кивнула в сторону дивана. «Есть мысль, надо обсудить. А ты, Настя, дай ему нашего лекарства». Блондитка замерла на месте, потом повернулась к бабке и посмотрела на нее с немым вопросом во взгляде. Мол, уверена? «Дай, только маленькую дозу». «А то будем его потом по всему городу ловить. И хорошо, если по этому городу». Бабка кивнула сама себе в подтверждении своих же слов. «Я не особо понял, о чем идет речь, поэтому протопал к дивану, плюхнулся на него, откинулся назад и закрыл глаза. В этот момент как раз Наталья Неконоровна и гаркнула на всю комнату. «Хватит спать!» Я сначала одарил бабку выразительным взглядом, потом повернул голову и почти носом уткнулся в блондинку. Она стояла буквально в шаге от меня. «Держи». Настя протянула маленький пузырек. Достала она его из холодильника, кстати. Обычный пузырек из-под валерьянки. Только была там какая-то странная густая темная жидкость. «Один глоток и все, маленький, больше не надо». Натравить решили, я с сомнением смотрел на лекарство в руке блондинки. «Павлуша, повторяюсь, но скажи, не дурак ли ты часом все-таки». Наталья Неконоровна покачала головой, а потом достаточно грубо прикрикнула. «Пей!» «Отпустят сразу! Ты нам нужен в нормальном состоянии!» «Я нашла вариант, как выманить попаданца!» Пришлось взять пузырек из рук блондинки. Осторожно капнул себе на язык, пробуя вкус. Ну, ничего так. На пиктусин похоже. «А потом...» «Твою ж мать!» Эта фраза вырвалась против воли. Едва странная жидкость оказалась у меня во рту, я почувствовал, как каждая клеточка моего тела вдруг наполняется энергией. Реально! Будто весь мой организм прямо сейчас накачали чистым энергетиком. Пустили его по венам. Головной боли как не бывало. Тошнота, вертолеты. Что это вообще такое? Незнаком. Даже цветы вокруг стали ярче. Я повернул голову влево, а потом вправо. несколько раз моргнул. Охренеть! На самом деле цвета изменились, а еще... Я вдруг стал удивительно хорошо видеть, четко, сфокусировано. Видимо, голобородька в силу возраста уже начал испытывать некоторые проблемы со здоровьем. Так вот, благодаря одной капле бабкиного лекарства больше не было проблем. Никаких. Я ощущал неимоверный прилив сил. Хотелось вскочить на ноги и творить великие дела. Класс! Протянул я. Недолго думая, закинул голову и вылил все содержимое пузырька себе в рот. Кашу маслом не испортишь, что говорится. Паша! Блондинка только успела руку протянуть, собираясь выхватить у меня это чудное средство. А я уже все проглотил. Ну ты и кретин, протянула Наталья Неконоровна. Вот это нам теперь будет весело. Прослушать аудиокнигу полностью можно по ссылке в описании. 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 Прослушать аудиокнигу